так друзья как нас слышно экран я вижу что обновился теперь осталось понять как нас слышно поставьте плюс в чате если нас слышно хорошо всем привет я вижу что нас слышно вернее как-то девочек я слышу что нас слышно сейчас наверное ребят плюс анут в чате что у нас слышно правда вот плюсики пошли все очень хорошо а я вижу ребят кто ходит к нам на разные другие стрим стримы очень хорошо я на что давайте знакомиться с кем не знакомы с кем знакомы напомню наши имена меня зовут дмитрий фамилия мая староверов я буду вашим сегодняшним хостом то есть ведущим напротив меня сидит дима дубинский наш мега над пейнтинг и концепт артину мега дим я не буду да такими комплиментами раздражать хороший концептер и вот painter кто очень и очень давно работает в кино сколько дим уже 9 лет дополнительно да наверно мне кажется где-то 10 11 и всем привет всем привет так ну что сегодня мы будем говорить про концепт-арт и про то как заставить его работать как перестать рисовать стол но если вы не рисуете стона только-только начинаете своим делать свои первые шаги концептер для продакшена как сделать так чтобы ваш концепт работала чтобы вас никто не ненавидел о арену если и вадим привет наш до тянуть плеварил привет как заставить концепт работать и как сделать так чтобы вас ненавидели все последующие этапы производства вот ну и как вообще выжить в этом мире продакшен-концепт-арта что нужно сделать чтобы осталось время на работу не только на работу но и на жизнь оговорку по фрейду диму не только что было ну что давайте начинать да давайте начнем говорим расскажи примерный план ребята пишите в чат вопросы если таковы будут совершенно да в принципе если есть вопросы я не против какого-то интерактив чека то есть ну вот завершая тему какой-то какой-то того о чем мы сегодня будем говорить но вот дима уже рассказал я так вкратце на чем мы сконструируемся вообще будем говорить про время снова про время вот так вот я прям сразу начну потому что время это ключевой ресурс я думаю пояснять тут не буду все наверно согласятся и мы разберем как можно структурировать работу концепт-артиста на какие этапы и и потом как в этих этапах какими инструментами техниками пользоваться для того чтобы быть эффективно кстати дим пока мы не углубились в тему задам вопрос в чат ребята напишите пожалуйста кто уже работает продакшен концепт-артом с праздничным концептом с продакшен над пейнтом и так далее плюс плюс они сейчас а кто только ходит вокруг вот вы ничего не делаете так ну и да как дим уже сказал и мы говорим о продакшен именно таком концепт-арте который то есть применительно именно как профессиональном смысле когда мы работаем с людьми работа на каком-то проекте это коммерческий проект ну и соответственно накладывает какие-то свои особенности безусловно и так говорим про время вот он и в общем мы все хотим делать наши работы ну делать свою работу концепты быстрее и лучше правильно главное чтобы у нас было больше времени для того чтобы нарисовать еще один концепт либо лучше прорисовать тот который у нас есть и так далее и тут в общем-то вполне логично есть только два пути как в какую сторону нам двигаться это не делать лишней работы и делать работу быстрее вроде бы банально но давайте разбираться да 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 не делать лишней работы сначала поговорим об этом для того чтобы понять что лишнее нам сначала нужно проанализировать а что же мы делаем то есть нам поступила задача до концепт-арт и он бывает разный и зачастую для разных задач нужны какие-то определенные характеристики да то есть зачастую от вас хотят разные и делать сразу все в одной работе не имеет смысла то есть вы это можете делать хорошо нет никаких вопросов но оценят ли это то есть может быть лучше сэкономить время на что-то другое и так я вот для себя разбиваю работу над концепт-артом вот на три таких блока первый это начальный этап когда идет поиск идеи обычно эта работа непосредственно вот с какой-то креативной команды с режиссером возможно если в студии там арт-директор и тоже зачастую режиссеры либо какие-то продюсеры вот туда люди с продакшена к вам приходят и дают вам вот эти вот задачи для поиска идеи сейчас поговорим о ней подробнее второй это этап внутренней разработки когда ваши идеи уже утверждены все нравится и проект запустился шатеренки завертелись и ваши концепты уже пошли в ход по ним начинают делать уже продукт да то есть когда концепт-артист в принципе никогда не делает готовый продукт как правило вот заключением третьего пункта мы делаем какой-то начальный образ который потом модель от снимают симулят там какие-то фиксы и так далее и там лежит большой пласт да 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 то есть но опять же их модель от генерирует то есть за нами стоит еще целый конвейер специалистов которые вообще-то работают на той же сам задачи и третий этап он на самом деле достаточно тонкий и редко встречающиеся ну если да если разбивать это как в прознатном соотношении это для презентации обычно это питчинг или реклама ну то есть какой-то промо-арт скажем так вот когда это либо какие-то постеры да для привлечения аудитории либо как часто бывает в кино это питчинг и питчинг немножко уточню это когда презентуют проект и нужно на него у инвесторов найти деньги как правило если сравнивать количество работ вот первые две это наверное там ну 85 может ну минимум 80 процентов всех задач они вот лежат в двух первых сферах третья достаточно узкая но давайте теперь поподробнее них этап поиска идеи на этом этапе задача зачастую очень плохо сформулирована к вам пришли люди у них есть классная идея она есть либо на словах либо если повезет она есть сценарии то есть она выглядит либо вербально либо в текстовом варианте и тут ваша задача визуализировать эту идею что важно понять да когда мы думаем об этой задачи что от вас хотят просто визуального образа и как правило то есть вам нужно сформулировать и с первого раза очень ну очень вряд ли что вы прям ее в точку попадете в точку поэтому важно прежде чем начать искать передавать эти эмоции да этот образ немножко так поднастроиться с заказчиком для того чтобы это сделать нам всегда помогает mood board я не знаю на самом деле много уже об этом говорим те кто на курсах точно знают если кто не знает поставьте тоже плюсики чтобы я понимал там сколько сколько из вас понимают такие термины вот кто пользуется модбордами и знать что это такое но я вкратце расскажу mood board это не некое такое да под подбор каких-то образов картинок изображений которые просто демонстрируют идею вам описали в тексте а вы даете такой возврат картинками и как вы спрашиваете этого имели ввиду точно вот так я вижу это вот по вашему описанию вот так вот два примера и зачем это нужно да почему именно с этого надо начинать а не с концептов потому что зачастую словесное описание она может по-разному выглядеть в головах вот ваших и заказчика он он говорит например вот конкретный пример который хочу привести это фантастический коридор такой сай-фай и он может выглядеть абсолютно иначе он по-разному то есть при одном описании он не сказал это будущее это коридор это какой-то там космический такой классическая фантастика вот и вот пожалуйста четыре варианта глянцевый темный типа трон есть минималистичный холодный есть такой ретро футуризм стиле седмида вот как номер пять или какой-то бетонный такой антиутопичный все это подпадает под это описание и когда мы делаем такой возврат это не это не стоит на больших усилий там довольно просто сделать то заказчик говорит о ну я вот имею ввиду вот третий такой темными минималистичный окей и вот когда вот это уже уточнено когда теперь вы очень точно понимаете понимаете что хочет заказчик вот тогда уже можно приступать к концепту скетчам можно конечно как маленький скетчика накидать сразу но давайте не будем как бы ну будем так немножко обобщать вот это просто важно понимать что этот первый угол который можно срезать в нашем повествовании и когда мы начинаем работать над концептами важно понимать что от вас хотят именно образ нечто такое художественное общее вот снизу несколько картинок которые достаточно так они не конкретны если там да если раз вдаваться в детали почему важно именно так делать потому что как я уже наверное здесь рассказал что образа конкретного нет и он будет искаться будут ошибки будут пробы и вариантов будет очень много поэтому уходить детали не имеет большого смысла потому что ну то есть вы просто потеряете время вы будете работать у вас будут комментарии всегда какого-то большого масштаба то есть давайте поменяем давайте сдвинем все это левее давайте сделаем это там вертикально и вы просто будете терять время на деталях поэтому вот на этом этапе уходить детали ну я бы даже сказал пагубно категорически нельзя да поэтому то есть ты хочешь сказать что во время поиска идей просто движемся широкими мазками широкими мазками да главное смотрим чтобы была атмосфера чтобы она передавала вот да то что хотят какой-то вот ну такой именно вот именно тут в общем очень художественная работа очень творческая и в общем это когда мы все уяснили открываем photoshop берем стилус и поехали и приступая к концепту такой несколько просто колокальных советов которые хочу дать очень сложно начинать с пустого листа и всегда хочется поменять что-то не доведя до конца вот вы начали что-то и уже вот на каких-то первых штрихах уже не нравится вроде не то и вот тут очень важно поставить для себя какой-то вот какой-то отрезок сказать что нет ну пускай будет короткий пускай это будет не знаю полчаса но сказать я вот сейчас начал я эти там 20 минут полчаса я рисую и я доведу до конца потому что зачастую даже какие-то хорошие идеи классные они в начаточном варианте выглядят ну не очень поэтому важно как бы держать себя в руках не отчаиваться доводите до конца если она вот не вышла вот через там 20 минут да тогда надо начинать новую потому что иначе можно на вот этих вот начальных этапах все время их делать там 30 процентов работы разочаровываться в ней начинать новую и это выйдет вам намного дороже вы просидите не вот эти там 20-30 минут а просидите час например с 10 бесплодными попытками заставляет себя заводить этап работы до конца хорошо а что делать такого у меня ну я думаю что такой вопрос многих возникает но ты 30 минут просидел да потом еще другой сделал 30 минут 3 и и и все не туда по крайней мере если прям все я думаю что какой-то будет туда и какой-то из них можно выбрать какой-то из них будет лучше какой-то хуже и что третий вариант это в плане какого-то развития творческого это пойдет все в карму в опыт там плюс к экспириенсу потому что если начинать работу не доводить до конца то какие-то этапы просто не будут в принципе пройдены это это просто в следующий раз садясь то есть каждая следующая попытка она будет уже делаться более профессиональным художником потому что вы набрались этого опыта мне кажется можно сделать какие-то аналогии там со спортом да если там подтягиваться или отжиматься то есть да не доводя до конца только там где-то сделать там треть раз и бросить ну типа как бы я вот лучше вот чуть-чуть не дано да и мои вот такие плюсы тут неизбежно ну то есть зависит от опыта я уверен что как какие-то из вариантов удадутся и второй момент про которого я хочу хочу сказать и вот он проиллюстрирован на данном кадре меня кстати проката про второй момент не стал рассказывать у меня есть такая иллюстрация недавно мы совсем делали для одного проекта его знаешь концепты вот одного объекта и вот художник нет идем другой художник другой концерт присылает варианты вроде бы похоже на правду но уж все не то вот в целом по картинка не складывается что мы делали с режиссером мы садились и выбирали что нравится в этом варианте что не нравится в этом варианте что нравится следующем варианте так далее и потом вот это вот кучи все это сваливали получался такой франкенштейн из разных вариантов собраны это дима талит к тому что ты говоришь да там один вариант 2 ряд 3 но что-то да получится из чего-то можно будет выбрать в итоге да опять же так в принципе это очень часто вариант когда получается несколько версий заказчик отвечает что давайте возьмем вот это отсюда вот это из третьей версии этой 2 а это из 1 но это нормально вот потом очень важно чтобы знать чтобы в этот момент рядом заказчиком сидел кто-то ну не знаю там продюсер какой-то или кто комментирует эти работы кто мог объяснить и потому что часто заказчик видит и не очень все не туда ну да кто-то кто поможет разобраться сидим абсолютно так но к сожалению не зачастую не в наших руках но концепт-артистов поэтому будем говорить о том что в наших руках вот но вообще конечно хорошо когда заказчик до либо ему помогают либо он сам прекрасно понимает как это работает и разбирается ну вот и второй пункт который тут есть это придерживаться хороших найденных решений вот например этот концепт который вот тоже у нас с курса решение которое я вначале вот накидал некоторые но такой некоторые абсолютно композиционная и зачастую то есть оно в принципе у вас есть вам нравится вот уже на этапе пятна до этой композиции вы начинаете прорабатывать вы рисуете делается фото баш и так далее на каждом из этих этап проработки надо помнить проводить первую стадию то есть если она классно если она вам нравится по пятна потому что очень легко забыться уйти в детали прорисовывать какие-то вот там трещинки в горах и потерять этот силуэт треугольника например вот в этом конкретном примере поэтому важно помнить про вот эти общие формы про те решения которые вы нашли в самом этапе и стараться их не терять держать их всегда под контролем потому что это несет именно тот образ который вы изложили самом начале тот фундамент и но печально если он как бы вдруг выйдет из-под ног то финальной версии то есть она потеряет эту звонкость которая была вначале вот так что следите за этим и помните про вот такие маленькие этапы которыми надо двигаться которые надо доводить до конца ну и когда вы уже приступили концепту и разрабатывать его тут что важно это использовать визуальный язык кино и игр вот на этих примерах это например эффекты линзы такие как дефокус там разблюр на переднем на заднем плане например косой горизонт который придет ритм motion blur то когда в движении у нас это размывается эти вещи очень развитые ну то есть они есть везде в кино в играх они есть у нас и глазах да но они не наш мозг их компенсирует но у нашего тоже там сколько десятков лет последних в принципе все люди выросли на уже люди выросли на таком на медиа контенте это в первую очередь был телевизор фильмы видео теперь уже игры и наш мозг уже привык с рождения считывать вот эти эффекты то есть когда косой горизонт motion blur дает нам эффект какого-то ритма ну то есть это какие-то такие сигналы нам да подающие то же настроение которые любой зритель не задумываясь об этом тоже считывает и нам как художником надо эти элементы использовать для того чтобы ну подавать да тот эффект то настроение которое мы хотим помните про это поэтому особое внимание пожалуйста обратите на именно посмотрите понимать на фильм с точки зрения вот именно какие-то эффектов с точки зрения пятен как это подается как работают линзы это очень важно для художника но в кино и в играх абсолютно ну что режиссером и ну режиссером так понятней они видят вот такой кадр дака как вот я щас был на иллюстрации кстати твои давай давайте вернуть да они видят такой концепт и понятно все как кадр во-первых выстраивается он может переделаться потом ты еще раз этот кадр перестроиться вместе с оператором обстановщиком но тем не менее им понятно что они видят нет вопросов ну касательно режиссеров конечно ну то есть мы говорим не только как бы о кино тут как бы и игры и это в принципе работает вообще на любого человека который родился в двадцатом веке мне кажется 2-20 века все все это привыкли понимают но режиссер понимает больше он в этом профессионально разбирается но даже не профессиональный зритель это считывает и и второй этап мы проговорили про первый как бы основные такие советы я рассказал про инструменты поговорим чуть позже а теперь второй этап когда мы все это нарисовали все понравилось режиссером понравилось директором они дали зеленый свет все это начали зарабатывать и ваши концепты пошли дальше по цепочке пришли скорее всего к 3d артистам и они начали делать модели текстуры и так далее по вашим концептам и зачастую возникает вот такая нелюбовь или какие-то сложности до в отношениях внутри студии вот и тут надо разобраться почему да ну то есть не уходить в отрицание что вот хороший пример как мне кажется тут мы видим что хочет показать концепт артист слева до а справа это то что хочет получить от концепт артиста моделлер почему же именно так потому что сейчас показываешь прямо такие идеи иные вещи это материалы кстати для нашего одного нового сверх секретного курса то что дима сейчас принимает участие в подготовке этих материалов дадим да а дело в общем в том что на этом этапе от концепт артиста требуется чтобы он решал конкретно те вопросы которые которые возникли а не рисовали какие-то классные картинки это как бы та вещь с которой это то препятствие которые все бьются потому что вот например на левой картинке все вроде бы красиво классно но все уходит все в каком-то полумраке уходит в туман очень силуэтно а моделеру надо смоделить и причем это еще может в каком-то ракурсе не очень удачно быть скорее всего моделера больше бы устроила просто какая-то иногда даже черно-белая картинка но с четко обрисованными линиями такой line art по которым бы он мог четко понять где какая деталь сидит покажу еще примеры зачастую это выглядит так что вы нарисовали концепт ну как правило если вы уже знаете что этот концепт в принципе там какая-то там 21 версия и и принципе одобрили и скорее всего сейчас нужно пойдет в проработку надо самому об этом догадаться и ну прорисовать какие-то детальки либо приложить какие-то там небольшие схемки да для 3d-шников которые будут делать да давайте договоримся что вот я 3d-шниками буду называть немножко по-дилетантски но типа всех тех артистов которые работают в 3d да ну то есть там ну в первую очередь текстурщики моделеры может быть скульпторы это наверное те три специализации с которыми в общем-то концепт артист чаще всего сталкивается и неплохо иногда просто подойти к этому человеку ну в каких-то в студиях так устроен каких-то может быть нет кто-то работает на фрилансе но в общем найти какую-то связь с этим человеком понять суть проблемы иногда что просто это тоже нормально когда специалист вам возвращает ваш концепт и говорит мне непонятно вот это вот это ну то есть мен или он может тоже сказать не очень понятно он может сказать что перерисуем не устраивает этот ракурс надо разобраться и соответственно решить именно эту проблему поэтому тут важно налаживать связь и как то вот строить эти мосты взаимопонимания потому что вот как это может быть не звучит но очень много полегло это классных идей вот на и в этой связке давайте просто немножко пример покажу вот первый рисунок верхний это горная дорога это для фильма экипаж в данном случае тут правая часть кадра она смоделенная с генерированной 3d а левая там просто был такой очень некрасивый контакт с морем и то что тут требовалось от артиста это ну от меня в частности вот прорисовать вот эту береговую линию то есть ну это не назвать таким вау концептом но именно это и было нужно то есть просто прорисовать камни как они будут выглядеть как как нужно под модель изменить и камушки слева сверху справа сверху такая очень частые вообще не причинятельная вещь но к сожалению не знаю к сожалению частью это интересно на самом деле работая над каким-то большим проектом прорабатывать деталях и приходится вот именно такие вещи делать часто ну то есть например комментировать и уточнять работу моделлеров каких-то там текстурах или объектах сложных но в данном случае такая была костяная стена и хотелось дать их некий ритм а в модели это выглядело немножко не так вот ну и снизу просто такой более банальный пример это просто разработка резьбы по дереву до который уже художники декораторы должны были делать уже на съемках для фильма дракон делалось и когда вы вот это делаете очень важно прикреплять референсы референсы тех вещей которые ну которые там присутствуют да например вот тут прикрепленные референсы фактуры к костяной до чтобы модель текстурщики могли понять какой там цвет какая форма потому что на самом деле если это есть природе да вот даже если это вот так косвенно из природе данных тут просто кости данном случае там жирафа они были масштабированы и да тут есть некий такой момент вот тут вот можно угадать да просто от фото фото вашим вставлен кусок но он тут темный не очень понятный всегда хорошо вставить вот чистый кусок в чистую фотографию потому что вы не нарисуете лучше чем это есть природе если это природе есть и это быстрее надо приложить просто эти референсы отдать их 3d ником и они все прекрасно поймут то есть на этом надо экономить и важно в том что вы вы не сможете изобразить лучше чем природе но зато вы сможете соединить все вот эти референсы все эти детали в веки единый образ это тоже художественная работа тоже работая концепт-артиста художника вот это очень важно понимать и как бы чувствовать да где вашего творчества она прям необходимо а где она ну экономит вам время им ну а где может быть наоборот да вы потеряете лишнее и так давайте немножко подытожим что у нас получается основные вещи которые нужно уяснить на этапе внутренней разработки это понять проблему с которой к вам пришли или предупредить ее наладить связь с коллегами для того чтобы это проблем было легко решить прикладывать референсы и еще один момент который я добавлю это стараться так как в рамках налаживания связи с коллегами понимаете те инструменты с которыми работают желательно ну то есть опять же знать 3d понимать как делаются текстуры не надо быть прям супер специалистом но какие-то базовые вещи надо интересоваться разговаривать с ними и уточнять надо быть любопытным в нашей профессии на это принципе без этого никуда и для того чтобы вы могли разговаривать на одном языке более того может быть ну сейчас уж тоже концепторы точно концепторы все работают среды и ну то есть вы можете отдать какие-то ассеты вы что-то какие-то болваночки сделали отдали всем будет приятно только легче пускай они там плохо с модели на они там с плохой топологии но это по крайней мере уже какой-то bounding box то есть это некий объем поверх которого можно что-то сделать не надо заморачиваться с масштабами можно это импортировать пока покрутить и как-то обмоделить это сэкономит кучу времени на самом деле специалистов такая помощь с вашей стороны аукнется как бы помощью своих и отсутствием проклятия как минимум до конфликтов слушай дима а вот вопрос так он может быть он уже на него давно отвечали все нашли ответы концепторы сейчас нужно учить 3d 3d 6 ну вот да то что это конечно да обязательно да это просто мастхэв на самом деле а наверное сейчас всем нужно через там пару лет всем нужно будет 3d даже не знаю кому он будет не нужно но тут надо уяснить что все-таки концепт на конце конце от концептора требуется изображение в итоге то есть какие 3d модельки ассеты про которые говорю это бонусом идет 3d очень помогает просто быстрее работать мы сейчас про это поговорим поэтому смотрите на 3d именно так то есть не уходите в какое-то изучение там подробное там опять же ретопологии любви разверток а тот инструмент который помогает вам быстрее делать концепты вот с такой точки зрения какой инструмент что что изучать имеет ли смысл учить то что принято в студиях или есть ну как бы можно условный блендер взять да и в нем фигачить если к нему прикипела душа если позволишь я чуть позже на это скажу потому что я прям слайды приготовил вот и сейчас мы к этому вернемся обязательно следующий вопрос который очень часто нас дают ребята на собеседование когда приходят на курс что что дополнительно мне потребуется какие знания абсолютно это очень животрепещущий вопрос вот поэтому вторая половина на самом деле наши сердечные от этого рассказа она имеет посвящена до единственного ты сейчас возвращать немножко обратно про фотографии да и по которым приглашу прикладываем я просто покажу пример что очень важно как раз прям зачастую идет с концептами это референс борда особенно серьезных проектах даже вот на фарк такому концепту как вот этот лес пришлось делать вот такие подробные референс листы какие но это правда серьезный проект не могу продаваться игровой тут каждое дерево было вот так вот сделано для того чтобы потом его могли уже смоделить в игровом окружении то есть какие листы какая кора и так далее так что помните про референсы это наше все так ну и третий этап про который я вкратце уже сказал это презентация аудитории да то есть это такой вид но это промо арт до который делается именно для презентации аудитории непрофессионально если первый мы говорим с около профессиональными людьми да то есть это ли режиссеры да они могут быть какие-то там продакшен они не знают как делается 3d графика но у них есть идеи они в этом как-то варятся или они ну то есть складывают свои деньги в это во втором этапе это с прямо специалисты которые прекрасно знают как все работает а третий это как правило продюсеры день люди с деньгами которым надо ну например если это про кино говорить да которым надо презентовать как у нас часто в россии делается у нас все это презентуется например для того чтобы получить там поддержку из фонда кино да это не будет секрет не секрет абсолютно пичинги такие презентации делаются даже ну при поиске любых денег неважно деньги фонда кино или просто продюсерские деньги какие-то или инвесторские деньги игровые проекты точно также перед инвестором презентуются то есть абсолютно нормальная тема да но также вот любые фестивали кинофестивали обычно еще это их не верхняя страна айсберга а также там проходят так называемые кино рынке на которых режиссер и продюсеры встречаются обмениваются идеями и также эти идеи продают друг другу иногда а продать их очень сложно если они просто на словах поэтому обычно есть какие-то альбомы с концептами с какими зарисовками с текстовыми какими-то кусочками сценариев и в данном случае смотреть это будет какой-то человек ну хорошо с режиссером может быть просто продюсер деловой человек и нужно на него им произвести просто впечатление что это классно и в данном случае он сочетает в себе элементы и первого и второго этапа то есть если в первом нам нужен был важен был образ и не так важны детали во втором важны были детали и совсем не нужен был образ ну как правило меньше нужно образ то тут нужно и то и другое и это такие большие хорошие иллюстрации которые нужно делать но зачастую как бы есть принципе какая-то прослойка художников которые именно специализируются на этом поэтому в рамках студии ну это тоже бывает но как я уже говорил такой немножко отдельный pipeline для этого и занимает ну это это меньшие задачи которые приходят вам на студии но если доказать пришла то уж тут есть где развернуться абсолютно да все любят делать кейшот дизайн никто не хочет делать продакшн концепт-арт с развертками со всеми да все хотят фигачить кейшот дизайн и выкладывать на арт-стейшн да ну я бы сказал что кейшот дизайн тоже это немножко другая штука там можно не уйти в детали там главное показать это как такая классная раскадровка с цветом со всеми делами ну как будет фильме а тут скорее всего ну да это может быть кейшот если это говорится про питчинг также это еще может быть просто какие-то постеры до рекламы но в играх например да это но это может просто идти там не знаю фейсбуке какие-то баннеры баннеры для выставок они должны прям как проработаны быть требуется ну такая очень большая проработка ну я думаю тут мы сочетаем два вот этих вот предыдущих подхода помню что зритель это человек не из профессии и тут важно вот понимать что когда вы скажете ну будет так но вот немного по-другому или по реалистичнее вот это не работает как это вот увидят как вы нарисуете так это и воспримется вот и был маленький косячок он его заметит и никто не будет с ним мириться но что хорошо что на этом этапе как правило когда уже рекламируется презентуется проект уже есть много разработок и поэтому надо просить если вы на фрилансе например или даже если в студии и вам что такая задача это надо запрашивать максимум наработок это какие-то 3d модели какие-то референсы которых скорее всего собрали уже там ни одной сотни мегабайт все это надо запросить и уже с этим отправляться в путь в проработку этого концепта чтобы не делать лишней работы только ту которую сделали до вас уже когда эта идея только зарождалась наверное последний момент в нем важнее всего помнить и требовать потому что это точно должно быть у заказчика в общем то я рассказал про все эти три блока если у вас есть какие то вопросы можете задать дальше будем говорить как раз про инструменты про программы про то что вот сейчас мне дима задал вопрос и и пока мы к этому не перешли я хотел бы вот немножко сказать вот я уже показал вам вот эту такую пирамиду да висящую в воздухе некий такой объект который мы сейчас разрабатываем для нашего будущего курса и как бы говоря о курсах пока он разрабатывается о это кстати еще один пример до презентации вот но я хотел сказать про ближайшие курсы которые у нас пройдут уже готовы в общем то и они скоро начнутся это концепт-артист он будет в сентябре у нас стартурует он в ноябре дим он в ноябре а то у нас все простите да так давайте тогда ну хорошо это концепт-арт который сейчас у нас заканчивается один поток и это будет следующий мы ведем его вдвоем я веду блог по окружению и валерий зажевский очень опытный художник концепт художник он ведет блог по персонажке соответственно мы там будем разрабатывать концепт-арт окружения какие-то базовые знания то как вообще искать композицию какие-то цветовые схемы и так далее будем говорить про фото башинг вкратце вкоснемся матпейнт про 3d тоже чуть поговорим ну а дальше уже это вот то что блок который который будет у меня а дальше у вас хоть он тут описаны в трех пунктах он достаточно плотный вот ребята кто же есть не надо соврать там где вы будете разработать персонажа в разных техниках очень подробно вот это динамика эмоции на лице и движение и так далее я наверно не буду подробно говорить это программа валерия который в общем-то и очень неплохо но очень детально проработал как мне кажется и второй курс до который у нас будет в сентябре то есть концепт-арт будет в ноябре а в сентябре уже стартует курс по матпейнтингу который веду я ну и там в общем то у нас будут основные блоки матпейнта это как сделать этот экстеншен мы будем делать пейзажный архитектурный матпейнт будем делать фотобаш такой черновой матпейнт будем говорить про композицию будем делать какие-то маленькие концепты но такие начальные там не такое большое требование как к концептам да мы не так глубоко будем углубляться как в курсе по концепт-арту соответственно коснемся также анимации наших матпейнтов то есть 2 5d это projection как использовать 3d ну и там какие-то еще приемы фишки про которые там уже на курсе будем говорить подробно я думаю дим надо застревать мы сейчас не будем да 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 кто кому интересно просто заходите на сайт wfxlab.ru и посмотрите эти программы и выбирайте для себя если кому кто планирует углубляться в эти темы арина спрашивает на арене или силу сменка твоя дамы по металлу курс тоже четыре месяца идет такой достаточно тоже глубокий очень да дальше ну что приходим второму которому вещи мы поговорили как не делать лишние работы а теперь для этого да мы проанализировали те этапы которые у нас есть а теперь говорим как делать работу быстрее а делать работ быстрее нам позволяют инструменты ну и какие-то техники про которые сейчас поговорим прежде чем приходить конкретики я бы сказал что ну мы все стоим перед выбором чего нам выбрать это вот там тоже сам блендер еще что-то и тут важно два момента это эффективность и востребованность эффективность понятно то есть насколько инструмент хорош насколько он как бы вам удобен и так далее а второй момент востребованность вот про него мне кажется часто забывают и вот это то что сейчас дима спросил да если есть инструмент он может быть классный но он совсем не востребованный на современном рынке если вы его изучите да вы будете что-то сделать классное ну тут конечно нельзя быть категоричным но как правило если вы стоите вот сейчас на распутье то лучше выбрать тот инструмент который востребован то есть на мая да если это из моделинга да ну в принципе сейчас вот блендер очень как бы переродился такой как как феникс да он очень приветствует со всеми просто на таком на волне позитивы сейчас я думаю он тоже как бы хорош но если идти такой по классике да то например в кино моделинг это всегда мая и то есть если вы будете работать но делать какие-то свои модельки в мае то вам будет очень легко общаться с соседними специалистами вот вы будете понимать как они делают вы будете ну на одном языке разговаривать вам не нужно будет какую-то лицензию в конце концов отдельную покупать ну скорее всего не будут вот блендер как бы опять исключение потому что бесплатно если вы например какой-то там рина изучили и вы в нем делаете ну вам придется отдавать всегда картинку дальше на следующий этап а уже какую-то модель вам надо его конвертировать я не знаю там могут быть какие-то проблемы с конвертацией ну так или иначе при прочих равных выбирайте тот инструмент который используется в индустрии это даст вам преимущество по отношению к другим специалистам ну а теперь давайте уже конкретно смотреть что и как всем наверно интересно 3d но я все никак не подойду но давайте от общего к частному и тут важный момент который сталкиваемся мы всегда то есть концепт-арт можно без 3d нарисовать я уже как видели очень много внимания проговорил про референсы и для этого есть специальные программы которые помогают их организовывать и референсы и мысли в том числе поэтому я бы хотел вот показать такие ресурсы классные ну который вот ну лично я использую они прямо мне нравится это мира точка ком это бывший реалтайм борт сейчас он мира переименовался это такая бесконечная доска просто сайт онлайн который вы можете перетаскивать картинки как-то их группировать оформлять они там хранятся вы потом можете другого устройства их скачать это на самом деле немножко похоже если кто знает программу pure ref она тоже помогает также организовывать изображение но она как бы десктоп на и надо устанавливать поэтому вот в моем случае мира как-то удобнее немножко поясню прошу что я имею ввиду это например в старину когда я работал да он у меня всегда два монитора в принципе кажется любого художника мы как минимум нужно два монитора я рисую на одном мониторе на втором дополнительным у меня референсы открыты и как правило мне нужно много референсов каких-то там какой-то деталей какой-то там по настроению и я ну либо можно просто расположить на экране либо за счету я делал там photoshop их просто как-то размещал а делать какую-то склейку да и открывал одной картинкой этом потом мониторе но к сожалению когда мне нужно один как-то подвинуть переместитель еще что-то с ним сделать этого не удобно вот собственно мира этотся позволяют в реальном времени да то есть как-то их масштабировать, увеличивать, они не теряют качества, перемещать их, ну вы пришли к другой теме, раз перегруппировали свои референсы, они у вас опять там весь экран занимают, те, которые нужно, другие вы там убрали, это прям очень-очень такая полезная вещь. Что еще есть в мире, да, вот тут вот, например, такой, я сделал маленький скриншотик, если вы знаете такое понятие, как mind map, это такая организация мыслей, зачастую, когда вы работаете на какой-то идее, это очень помогает организовать мысли, я не буду сейчас про это конкретно говорить, пожалуйста, кому это интересно, посмотрите mind map, просто загуглите, куча каких-то роликов, не знаю, статей, каких-то там подходов есть на эту тему в интернете, и опять же, мира позволяет это дело делать, ну те же самые презентации готовить в них отлично, ну и также в них удобно, например, разрабатывать, да, например, какой-то, как правило, какую-нибудь технику, например, да, концепт, нужно подумать, как она работает, а что, что она ей требуется, и так далее, вы можете, как бы, свои мысли разложить по полочкам и ответить на все эти вопросы, то есть, держать все это в чистом таком, разными, мысли в порядке, вот. Следующий ресурс, который тоже очень помогает, это Adobe Color, в принципе, это стандартный адобский сайт, я не помню, вот если забить, опять же, Adobe Color, coloradobe.com, либо Adobe Color.com, сейчас не скажу, он позволяет найти вам цветовые схемы, он может вычленить цветовые схемы из картинки, можно загрузить какое-то изображение, он даст палитру этой картинки, можно просто подобрать какие-то изображения, опять же, это какие-то триады, цветовые схемы, ну, в общем, выбирая палитру, этот сайт может быть очень полезен. Это такие маленькие фишечки, которые я вам рекомендую. И следующая такая тонкая вещь, про которую много тоже копий сломано, это заимствование. Ох, сейчас начнется, мне кажется. Ну, на самом деле, тема такая, ну, у нас как времени, ну, много о чем хотим поговорить, поэтому я не буду какие-то развивать вещи, но, опять же, давайте вопросы, я постараюсь ответить, если они есть. Где, в общем, плагиаты, где заимствование, да, это тот вопрос, который все, наверное, художники себе задают. Заимствования, они нужны, потому что, на самом деле, в принципе, все уже придумано, и более того, любые какие-то новые идеи должны основываться на каких-то образах, которые уже были, которые люди воспринимают. Это вот, к слову, о языке. Даже если вы делаете какого-нибудь там, не знаю, инопланетное насекомое, вы, наверное, должны взять, смешать какие-то образы, которые знакомы человеку тут у нас, да, в нашем реальном мире. Потому что иначе, ну, не будет никаких, да, связей у человека. Он не поймет, что это за амеба вообще, какой-то шар там слизистый. То есть, нужно, чтобы он передавал какую-то агрессию. Если там какие-то черты паука, мы понимаем, что это какой-то такой агрессивный, он хищник, да, там, клешни, там, или, ну, понимаете. То есть, образами надо оперировать. Это уже какое-то такое заимствование. Но давайте пойдем дальше и попытаемся найти, где эта граница. Ну, вот сверху это моя работа, которую я делал, наверное, ну, такая она собственного производства, скажем, это не для проекта. И внизу это кадр из фильма «Царство небесное». Как видите, в принципе, у них много общего. И это, в принципе, нормально. Начиная работать над этим изображением, над иллюстрацией, я посмотрел очень много художников-ориенталистов. Ну, в принципе, собственно, я их смотрел и всегда хотел сделать что-то в таком стиле. Я посмотрел, в том числе, и этот фильм. То есть, нужно вдохновиться, нужно впитать все эти мысли. Я посмотрел его покадрово, да. И в целом, когда вы приступаете к какой-то работе, если она особенно такая длительная, если предстоит большая проработка этой иллюстрации, то очень хорошо, ну, в принципе, необходимо выбрать ключевой референс. И в данном случае вот это мой ключевой референс, который я выбрал по цвету, по состоянию. И держался в его рамках. Плагиат ли это? Я думаю, что нет. Потому что, если вы посмотрите, это абсолютно другие объекты, да. Да, это тоже закат, тоже Ближний Восток. Но композиция, ну, отчасти похожа. Отчасти нет. Горизонт, вот в кадре, там, горизонт, ну, он касается уже прямо верхнего края экрана. У меня он ниже середины. Разница есть. И вот в данном случае такие вещи делать полезно. То есть мы можем учиться на опыте каких-то профессионалов, больших художников, которые, в том числе и режиссеров, и операторов. Следующая работа, которую вы тоже делали на курсе. Смотрите, тут цветовая гамма заимствована. Внизу это картина Васильева, сверху это такой быстрый скетч. Ну, мне кажется, тут тоже сложно сказать, что это прямо плагиат, правда? Но, тем не менее, как подсматривать работу с цветом, работу с формой, работу с композицией у мастеров нужно. Не надо набивать себе шишки каким-то своим исключительным таким опытом, да? До вас много человек проходило по этому пути, ошибались, находили ответы. И надо пользоваться этим. Вот в этом плане заимствование просто необходимо. Ну, и, как бы, чтобы не быть голословным, это были два моих примера. Вот, например, работа художника Сорстейшена Ричард Райт. Это, по-моему, для игры Архау делалось. И снизу работа, ну, всем известная, в общем-то, картина Левитана «Над вечным покоем». Я думаю, что ассоциации тут очевидны. Но при этом сказать, что Ричард Райт взял просто и перерисовал работу Левитана абсолютно нельзя. Напишу-ка я Ричарду сейчас. Да, я это даже обсуждал с ним в комментариях. Ну, то есть, я думаю, хорошо, что современные какие-то концепты-артисты, они знают наших художников, они на них смотрят, на них ориентируются. Ну, лично мне даже это приятно. Ну, то есть, это классно. Это такое позитивное заимствование. Ну, и в целом, наверное, многие вас слышали, но, в принципе, могу порекомендовать книжку. Ну, наверное, все ее уже рекомендовали. Если вдруг вы не слышали, то я еще раз повторю, это «Кради как художник». Очень классная такая книжка-брошюрка, но в ней очень много классных идей, которые, в принципе, стоит подчеркнуть. Ну, в целом, Дим, вот я тебе сейчас, можно я сейчас свои впечатления расскажу? Да. Вот смотри, мы хоть и готовились к этому стриму и так далее, но вот предыдущие две картинки, да, твоя работа с референсом из «Царствия небесного», да, и то, что ребята на курсе делали, вот они не вызывают какого-то негативного отношения, несмотря на то, что там, ну, цветовая палитра похожа, да, в принципе, тема похожа. А вот левитановская как-то цепляет все-таки, да, получается, что такое заимствование. Вот если цветовая палитра – это еще ок, то расположение элементов и похожесть этих элементов – это уже как-то не очень круто получается. Ну, я не соглашусь, на самом деле. Не знаю, может быть, это мое личное мнение, ребят, напишите в чате, какое у вас впечатление. Может быть, я сейчас как-то зарубился на эту тему и слишком как-то близко это воспринял. Не знаю, напишите. Ну, да, тут об этом можно спорить, да, интересно ваше мнение. Ну, я как бы скажу, что, в общем-то, тут акценты в другом расставлены, тут речь о локации, на которой ведет дорога, а все-таки у Левитана тут некое такое, вот, сколько занимает небо в картине, да, собственно, речь о нем. Церковь, которая тоже, ну, то есть, очень много символизма. Ну, и как бы она говорит о другом, на самом деле. Вот, в то время, когда композиционно, пятнами, ну, да, все это повторяется отчасти. В общем, я думаю, что тут плагиата совсем нет, если спрашивать мое мнение. Вот тут Оля комментарий написала, все новое, хорошо забытое стало. Ну, в принципе, да. Да, да, да. Слушай, Дима, есть вопрос такой в чате у ребят. Насколько часто среди концепт-художников встречаются те, что работают только на бумаге? Не встречаются таких. Ну, вот, по моему опыту, нет. Ну, потому что все-таки мы делаем цифровой контент, его надо как-то отдавать, его, ну, то есть... С ним надо что-то делать дальше. Надо что-то делать, ну, что его сканировать, то есть, должны, по крайней мере, там, опять же, те же самые 3D-артисты, подставить его себе во вьюпорт, поверх него начать, там, прорабатывать. Это очень сложно. Ну, то есть, хорошо, если у вас классный, классный какой-то арт, да, там, рисунок, живопись. Это, наверное, произведет впечатление, да, если, ну, допустим, такую ситуацию, что вы вот с этим вот бэкграундом приходите и устраиваетесь на студию. Вам скажут, ну, это круто, но мы работаем вот в фотошопе, например. Давайте, очень классный, то есть, очень ценится, конечно, этот художный взгляд, но давайте, вот, вы пересядете на фотошоп. И надо пересаживаться на фотошоп, потому что иначе, ну, просто очень сложно встроиться в это производство. Ну, так как исключение, могу сказать, что есть такой, это больше, вот, как бы, художники, если, опять же, про кино говорить, концептация, это постпродакшн. Тот, кто делает все после того, как фильм снят или препродакшн, перед тем, как на съемки поехали. А есть еще продакшн. Это, собственно, вот режиссеры, все, что, все, что там в мультике, фильм, 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 да. Вот, те, кто там кричат в мегафон, бегут по площадке, актеры, вот, и есть художник-постановщик, вот, такой важный человек, который работает над образом декораций и, в целом, вот, того мира, который строится в кино. И он, как раз, должен, как бы, такой мостиком таким служить между, вот, студией, которая делает постпродакшн и именно площадкой. Зачастую художники-постановщики, они работают от руки, очень часто. Но, как правило, то есть, всегда с ними работают концепт-артисты и они переводят какие-то его рисунки, да, на какой-то удобоваримый язык для студии. Вот, вот это единственное, кого я встречал, кто работает от руки. Мы очень хотим в какое-то обозримое будущее сделать стрим с Серегой Февралевым. Сережа Февралев, это один из, ну, таких самых крутых, наверное, художников-постановщиков, российских киношных сейчас. Ну, да, вот они сейчас. Как этот фильм назывался, Дима, последний у него про Афганистан? Братство, братство. Вот, он там был художным постановщиком, тоже, по-моему, Нику взял за это. Очень хотим с ним сделать стрим. Уникальнейший человек, который, по-моему, владеет всеми техниками, Дима. Он и лепит, он и конструирует, да, собирает, он и клеит, и рисует от руки, да. Он, по-моему, вообще просто мега-талантливый человек. Да, ну, и у него очень классный, самое главное, у него очень классный художественный взгляд, он очень чувствует все вот эти вещи. Вы ищите, кому любопытно, Сергей Февралев. Он строил из таких, мне кажется, самых запоминающихся вещей, он строил, забыл, как называется, город для, по-моему, фильма «Орда», да? Где-то под Астраханью, некий город, забыл просто, как он называется, который, я знаю, сейчас туристов вводит. Да, интересно. Вот, собственно, он руководил строительством вот этого всего города, декорацией, вот. Ну, в общем, очень, да, классный специалист. Ну, и теперь, наконец-то, да, не знаю, я думаю, что это интересная тема всегда, животребляющая 3D-инструменты, вот, которые, с которыми необходимо работать концепт-артисту. Я могу сказать так, что вот те, кто рисует руки, таких я не встречал, таких, кто не использует 3D, таких я встречал художников. Но их все меньше и меньше. Ну, обычно это какие-то более такая старая школа художников, ну, то есть, да, которые как-то вот пока еще не перешли и то. Многие, то есть, как-то даже там в каком-то возрасте, не знаю, там, условно, там, не знаю, 40 лет осваивают, там, ZBrush и так далее. Ну, это просто я, к слову, о том, насколько это необходимо. Я не к тому, что это как бы сложно просто, ну, обычно художник, этот специалист уже как бы, ну, то есть, у него большой опыт, да, и, как правило, он работает по своим уже каким-то пайплайну, который у него есть, и к нему относится как бы с большой репутацией. И, тем не менее, таким специалистам тоже приходится, ну, перелазить на какие-то, на какие-то 3D-инструменты. Это то, насколько просто это востребовано. Но тут важный момент. Давайте немножко поговорю про непосредственно софты. Ну, я, например, работаю в 3D Max. Вот сейчас я так перелажу немножко в тот же самый Blender. Я позитивно к этому отношусь, но пока что еще, да, сам в этом плане учусь. Но вещь классная. И тут важно, как я уже сказал, чтобы этот инструмент был востребован. Ну, например, в игровой, в GameDev'е 3D Max, в принципе, достаточно востребован. Если в кино Maya, да, ну, в игровой сфере тоже Maya, но и 3D Max тоже там намного больше занимает место. Потому что в, ну, например, в кино Max'а нету фактически, я не знаю, ну, очень мало, в каких-то маленьких студиях, может быть. Так что, выбирая 3D-пакет, поймите, в какую отрасль вы хотите идти и какие инструменты там используют. Вот, это очень важно. Вот это иллюстрация, которую тоже, ну, я, как пример, делал вместе с студентами на курсе по концепт-арту. Давайте ее немножко разберем, как она делалась. Я буду говорить сейчас, наверное, не столько о софте, а софте меня спрашивайте, если хотите, я постараюсь на все ответить. А я буду говорить про подходы, потому что это, на самом деле, важнее. Это как, да, не дать рыбу, а научить ее ловить. Есть подход 3D-артиста, моделера, он будет совершенно другой к 3D, и есть подход концепт-артиста. Важно помнить, что во главе у нас это изображение, классное изображение, которое несет себе всю ту художественный замысел, который мы заложили изначально. И поэтому не стоит очень много времени уделять какому-то правильному выстраиванию сцены. Тут надо дать баланс. Но, тем не менее, вот то, как я работаю, это, я бы назвал это не моделинг, а 3D-манипуляции. То есть максимально надо использовать какие-то общие формы, какой-то кит-баш. То есть, возможно, у вас каких-то проектов накопились, какие-то запчасти. Сейчас куча их продается, можно скачать и купить. Это экономит вам время, потому что, на самом деле, опять же, на концепт не выделяется столько времени, сколько выделяется время, например, на моделинг какого-то объекта для 3D-артиста. Вам не дадут это сидеть, так скрупулезно и моделить. Поэтому нужно все это накидывать, накидывать и такими формами. Вот сейчас это, собственно, сцена, которая просто сделана из каких-то просто запчастей. Ну, например, вот эти балконы какие-то, да, они сделаны просто из кусков автомата. Вот. Ну, то есть растягиваем их как-то, деформируем, просто строим, строим вот этот общий объем. Но, опять же, если 3D-артист, он там четко делится, например, на моделера, на vis-dev, то есть кто там, look-dev, кто кто ставит свет, настраивает, да, как-то коррекцию. И художник тут как бы ищетец, и жнец, и на дуде игрец, потому что тут нужно все быстренько смоделить, поставить свет, отрендерить, найти вот это классное решение, быстро отрендерить. Ну, слава богу, сейчас все рендеры очень быстрые, и тем более нам, как художникам, большое качество рендера не требуется. Вот этого качества, оно, в принципе, достаточно для того, чтобы от него оттолкнуться. Создан образ, созданы цветовые пятна, есть какие-то блики, которые мы можем использовать, и дальше уже с этим ехать. И вот, например, давайте детально про вот эту картинку поговорим. Ну, во-первых, нужно использовать пасы, если кто-то не знает, это рендер, ну, опять же, не буду сейчас рассказывать, этому можно тоже на час только о пасах разговаривать. Это, ну, какие-то дополнительные элементы рендера, которые можно подкладывать, использовать там, для выделения каких-то нужных элементов, потом уже в фотошопе. Все это очень помогает, ускоряет работу, и не надо прорабатывать какие-то вот детальки. Например, вот тут я хочу показать угол, да, вот этого элемента, фасочка. Ну, по-хорошему, тут нужно делать фасочку, какие-то интересные там элементы, но согласитесь, что умея рисовать, это просто три штриха в фотошопе. Поэтому не стоит на это тратить время. Надо понимать, что найти, например, вот такой вот цветовой образ, или правильно построить перспективу и так далее, возможно, займет длительное время, да. В, ну, то есть, скорее всего, даже будет какой-то, может быть, какой-то концептик маленький сначала от руки, потом вы по нему сделаете такую модель, в которой будет все точно, все отражения, да, какие-то glow на лайтах. Вот это сложно, это может потребовать время, поэтому 3D тут нам экономит. А уже на вот таких фасочках 3D вообще не в помощь художнику, и их проще прорисовать кистью. И, например, какие-то разбитые сложные элементы, да, например, протолог треснут, его намного проще зафотобашить, взять фотографию после какого-нибудь землетрясения. Вот эта работа в фотошопе несравнима, если бы мы это делали в 3D, ну, просто небо и земля. Поэтому очень важно ставить вот такие приоритеты. Еще один инструмент, это просто как тоже такой хинт, это, кто не знает, Mixamo, такой сервис, можно сказать, наверное, адобовский. То есть, как Adobe Color, так же Mixamo вы можете зайти, просто залогинившись под своим аккаунтом Adobe. Там огромная библиотека, в первую очередь, анимаций. Ну, там есть, наверное, штук, не знаю, 30-50, может быть, моделек персонажей. Ну, они какие-то базовые. Там, правда, только антропоморфные товарищи, нет животных, но, в принципе, уже то, что это есть, очень классно. Ну, в данном случае, вот, есть какие-то спецназовцы. Но самое главное, не то, что там есть модельки, а то, что там есть анимации. Прямо в браузере вы можете вертеть эту картинку, прокручивать таймлайн, он будет вас бежать, прыгать. Ну, вы там просто в поиске ищите, там, Run или, там, не знаю, Duck, чтобы он как-то приседал, Jump, там, не знаю. И он будет выдавать вам кучу анимаций. И, соответственно, можно, вот это один и тот же человек, просто с разными анимациями, под разными углами. Это все просто скриншоты из браузера. В общем-то, это нащелкано. И давайте еще раз я вернусь к первоначальной картинке. Вот, собственно, это и есть эти люди. То есть, очень быстро я их подставил, потом прорисовал им какой-то камуфляж, обмундирование. Вот, они как бы стали другими, но позы я очень быстро смог накидать. То есть, в принципе, вот, разработка этого концепта, то, что сейчас есть, заняло, ну, сколько-то часов. Не знаю, ну, мне кажется, там, не знаю. Сейчас точно, наверное, боюсь соврать, но это, не знаю, там, 4-5, может быть. Там, мне кажется, два этапа это делалось. Где-то так. Просто к тому, насколько это экономит время. И все у тебя 4-5 часов заняло, Дим? Да, вот это изображение. Ну, наверное, тут еще какая-то финализация была для презентации чуть-чуть. Я подрисовал какие-то штришочки. Ну, давайте скажем, 6. Все эти инструменты очень сильно ускоряют работу. Но, опять же, тут важно, используя все эти инструменты, не уйти в работу над фасочками. Какие-то, опять же, вот эти вот световые эффекты, их точно надо фотобашить. Давайте вот еще раз вернусь. Например, вот эти вот, вы видите, флары, да, от мигалок просто, да? Какая-то вообще некачественная фотография из какого-то видео, где какая-то полиция гонится за кем-то. Так, и вот я возвращаюсь. Вот, например, вот этот засвет. Видно мышку, да? Сейчас, которую я показываю. В левом верхнем углу. Опять же, вот тут эти засветы, точно они же только уменьшены и растянутые. Вот тут они тоже использовались. И даже на синем свечении, просто с коррекционным каком-то хью-стерейшном использовались они же. Такие хитрости надо всегда искать, надо их использовать. Ну, вот я стараюсь сейчас, как бы, про них вам подробнее рассказать. Ну, и давайте теперь немножко про 3D еще раз поговорим, уже конкретно. Это такие именно инструменты, вот, когда нам нужно, всегда нужно текстурить. Вот, кстати, хочу сказать, что в предыдущей картинке вообще не было никаких карт. Там просто, просто болванки накинуты на них цветом материала, все. Вот эта работа арабская, арабский город, там было много каких-то домов, и тут, конечно, без текстур не обойтись. Но, опять же, концепт артисту нужно искать короткие пути. Нет времени на какие-то UV-развертки, нет времени тонкой настройки, какие-нибудь там настраивать рефлексоны, бампы, и тем более дисплейсы. Про дисплейс, ну, прям, не знаю, ну, как бы, не часто я, на самом деле, его использую. Может быть, только когда какие-то крупные объекты, да, там, какой-то props design, да, там он нужен, но в каком-то environment очень редко. Как правило, это просто делается одна какая-то карта, вот такая вот, и планарно просто накидывается на эти домики. То есть, ну, просто я беру и вот на вот этот боксик накладываю вот эту часть картинки. На тот и накладываю вот эту часть картинки. То есть, на, там, балкончике я накладываю вот эту часть картинки. Просто одной картой. С другой стороны, я, опять же, ну, еще накладываю. И эти домики потом клонирую. Сейчас про клонирование тоже поговорю. И вот еще один пример того, как я делал эту вот матрешку для, да, которую всем уже оскорблено, наверное, набило. Как-то, черновик, да. Сверху это вот модель, которая сделана от Рендерна в Кейшоте. В ней нет никаких вообще, опять же, разверток. Вот этот референс матрешки, который очень хотел сюда на нее наложить режиссер, это реально вот та картинка, которая использовалась. То есть, она просто взята и каким-то оверлейом тут наложена. Опять же, та же история вот с фасточками, да, и с ее прорисовками. История с какими-то царапинами и покоцанностями. И даже какими-то элементами, такими, как вот эта рама. Если она вызывает какие-то сложности в построении, ну, ее просто, опять же, такие элементы проще нарисовать в фотошопе. Ну, и сверху, конечно, добавляем какие-то эффекты, там, движения, тот видео, язык кино и игр, да, про которые я говорил в самом начале, что сразу оживляет картинку, делает ее как кинокадром. И теперь, следующий момент, как раз поговорим о конструкторе. Очень важно, максимально, насколько можно в своем пайплане использовать процедурность. Что это такое, расскажи. Да, да, это момент, о котором стоит пояснить. Процедурность, это, ну, немножко в моем понимании, ну, как правило, оно так и есть. Ну, в 3D классический, например, текстура процедурная, это та, которая состоит не из картинки, а, например, шум, который, ну, там, задается каким-то алгоритмом. Или, там, кирпичи, да, просто клетка, которая задается, там, повторением, там, масштаба. Там, две клетки прямо, одна клетка вверх. И, соответственно, она задается какой-то формулой и может распространяться на бесконечное количество, там, элементов, на бесконечную длину, в отличие от картинки, которая будет всегда сшиваться друг с другом. Но, если это перенести в такой некий мета-масштаб, на примере этой картинки, это когда, например, вы можете сделать какие-то элементы, в данном случае замоделить какую-то гору, условно, очень быстро, да, если она у вас есть, там, какая-то проекта, опять же, осталась. Не теряйте ничего с каких-то проектов, которые вы использовали. Вам, может быть, там, ну, как-то вот подвернулось, там, получить какие-то ассеты, если они разрешены к использованию, да, это надо спрашивать. Вот, оставляйте, это будет копиться в вашу библиотеку, которая вам будет дальше помогать. Например, вот эта гора сделана, ну, вот, конкретно эта гора сделана в программе World Creator, очень быстро, просто сгенерирована. Вот этот замок взят с сайта 3dwarehouse.com, это Единбургский замок, там абсолютно бесплатные модельки лежат, выставлен свет, и, в общем-то, у вас есть некая такая болванка, которую вы, на самом деле, вот, если эти действия не требуют большого времени, у вас есть эти ассеты, есть замок, есть гора, вы их вот так вот лепите, и дальше вы можете крутить их. То есть, на самом деле, я подготовил эту сцену очень быстро, и получил вот эти 4 изображения, то есть, наверное, у меня ушло, там, не знаю, 2 часа на подготовку сцены, и потом каждый из этих ракурсов я получил условно за 10 минут, просто отрендерив и чуть-чуть отфотошопив его. Вот тут я специально даже не использовал, ну, вот, именно никакой, никакой кисти, только вот цветокоррекцию какую-то, ну, только цветокоррекцию. Под процедурность я имею в виду, именно, когда вы настроите какое-то свое решение однажды, можете потом бесконечно его, ну, то есть, много раз его повторять. Это не обязательно может быть 3d, возможно, вы, не знаю, нарисовали какие-то элементы, у вас какая-то библиотека, и вы их используете повторно, это могут быть 2d элементы, да, в данном случае это 3d элементы, но вот в данном случае процедурность в том, что я могу сделать сколько угодно кадров этой горы с разных ракурсов. Может прийти режиссер и сказать, а давай посмотрим снизу, а как это будет выглядеть сверху, а давай подлетим ближе, и все это, ну, ничего не стоит мне сделать, то есть просто чуть-чуть повертеть и 10 минут поковыряться в фотошопе, чтобы настроить хорошую там цветокоррекцию. Как конкретно это было сделано, давайте я вам покажу. Как я уже сказал, гора генерирована в программе World Creator, и что самое главное, я уже говорил про пасы, например, я оттуда беру максимум информации. В данном случае, например, вот эта вот непонятная бельберда цветная, она тут сыграла очень большую роль. Тут, например, красный отвечает за высоту там ниже 200 метров, зеленый там за уклоны, синий высоту там выше, но я точно не помню, я сейчас примерно так говорю. То есть я могу по каналам RGB выделять какие-то зоны этой горы. Я беру какие-то текстуры с сайта texture.com, например, без рекламы, но я думаю, все его знают, как бы такой известный сайт, в общем. И накладываю разные текстуры поверхности на каждый свой цвет. Фотошоп позволяет сделать это плавно, чтобы границы не были четкие, чтобы они чуть-чуть переплывали одна в другую. И, соответственно, у меня получается вот такая текстура. Она не повторяет ни одну из тех, которые я скачал. То есть это некая такая сгенерированная текстура на основе вот этих изображений. Сверху наложены еще всякие черно-белые карты, просто чтобы там сымитировать тени. И вот эта текстура, опять же, просто планарно сверху проецируется на вот этот квадрат с горой. И гора у меня, соответственно, таким образом вот этой текстурой, она красится. Просто сверху, потом у нее ставится моделька, используется Z-канал глубины, который я использую для вот этой дымки, для воздушной перспективы. И, в общем-то, вуаля, все, картина готова. Если вот этот верхний ряд используется разово, для того, чтобы покрасить весь ландшафт, то, ну, собственно, для того, чтобы я делаю новый рендер, он выглядит вот так вот, как нижняя левая картинка, просто миксую его с каналом и чуть-чуть коррекчу. Все. То есть вот этот микс и коррекция занимает, как я уже сказал, 10 минут. И я получаю сколько угодно вот таких ракурсов. Другой пример процедурности — это вот конструктор. Возвращаясь вот к той самой картинке с арабским городом, я просто сделал условно там себе, ну, вот сколько тут, 10-15 элементов, которые были клонированы бесконечно. Ну, не бесконечно, конечно, но много-много раз по этому городу. Не имеет смысла как-то тонко настраивать там какие-то индивидуальные вещи, когда какие-то отдельные моменты я могу нарисовать рукой. То же самое, например, вот этот кадр, который на самом деле анимированный, который мы делали на курсе по MadPaint, он создан из конструктора вот таких вот боксиков. Я могу собирать абсолютно разные формы из этих квадратов, как-то их тут громоздить друг на другом и получать разные объемы и формы, да, также их освещать. И опять же, тут важно соблюдать баланс, не уходить в бесконечное количество этих деталей для конструктора, сделать их разумные, там, 10-15 штук, и с ними уже начать строить свой мир. Надеюсь, что по процедурности понятно. Если что, опять же, задавайте вопросы. А я пока хотел бы немножко сказать о будущем. Вопрос, Дим, есть. Да, да. Вопросы, ребята спрашивают. В фотошопе используешь только стандартные кисти? Сам настраиваешь или берешь какие-то папки текстурных кистей? Ну, как правило, есть какие-то несколько кистей, которые я настроил когда-то сам. Но, честно говоря, я думаю, уже нет никаких. Обычно все делятся кистями. Можно скачивать кисти. Я в том числе пользуюсь... Ну, вот у меня много кистей Грега Рудковского, например, которые я чуть-чуть как-то поднастроил под себя. Того же Джамма, который, честно говоря, всеми пользуются, смотришь на работу тех же известных художников, они тоже берут эти кисти. И Грега Рудковского берут. Ну, то есть, есть несколько таких миксов, есть несколько своих. Ну, и в целом, просто для каких-то интересных штрихов, еще чего-то. Бывают какие-то задачи, когда нужно сделать кисть. Ну, например, вот тоже я рисовал подземелья с костями когда-то. Им пришлось сделать кисточку, которая делает такую, типа, кирпичную кладку из костей. Ну, то есть, либо надо рисовать цепь. Ну, это обычно тоже стандартные кисти. Но, например, стена с костями, для нее нужно было сделать какую-то свою собственную кисть, которую я сделал там с фотографией кости. Ну, как-то это обычно так выглядит. То есть, наверное, 90% работы это вот свои, ну, не то, что свои, а переработанные чужие кисти, да, либо стандартные переработанные. Там, не знаю, 5% своих и 5% каких-то индивидуальных для каких-то проектов. Ну, они, конечно, там где-то сохранены в библиотеке. Как-то так. Да, я думаю, вот ты ответил на вопрос, да, погнали. Вот, ну, я бы хотел немножко сказать такой вопрос. Вот, наверное, если кто не слышал, посмотрите, поищите NVIDIA Gaogan, если я правильно произношу. Такой проект, который тут NVIDIA выкатила недавно, основанный на нейросетях, он сейчас в бета-тестировании, может зайти на сайт и, собственно, самому попробовать, как это работает. Ну, была такая шумиха, что, мол, вот, смотрите, сделали такую вещь, что можно нарисовать вот такие вот абсолютно, такие, я даже не могу сказать, каляки-маляки, да, вот, и просто нажать вот сюда, на коричневый, сказать, что это у нас урок, что это камень, и он станет камнем. Выбрать какое-то небо, ну, то есть, все, будут отражения, будет все. Что все, концепт-арт умер, теперь это может любой человек делать, никому художники не нужны и так далее. Так я хочу просто немножко сказать, что будут появляться, наверное, еще такие проекты, я очень надеюсь, что все это как-то будет развиваться и цвести, и это, на самом деле, очень-очень нам помогает. Такие панические настроения, знаешь, вот сколько мы работаем, они присутствуют всегда. Да, это вообще не впервой, на самом деле, а к этому, наоборот, надо... Умер, все только развивается и усложняется. Да-да-да, и что самое главное, на самом деле, это позволяет нам сконцентрироваться на более творческих задачах. Тот же самый какие-то 3D-рендеры сейчас, они реал-таймовые, это из той же серии, они позволяют больше не настраивать, не ставить какие-то бесконечные галочки, а просто вот нажать кнопку рендера и все, и получать... Или вообще реал-тайм, просто включить рендер и все, и дальше моделить и видеть, как у тебя это получается, как вот у скульптора. Я жду, не дождусь, ну, сейчас еще не так, но надеюсь, что в будущем будет так. И мы тогда не заморачиваемся на этих настройках программы, а делаем именно образ, сконцентрироваемся на творческих задачах. И эта вещь делает, ну, это, собственно, позволяет нам делать то же самое. Я вот тут такие полярные примеры, конечно, привел, но чтобы было просто это очевидно. При этом, знаешь, мое наблюдение таково, что развиваются инструменты, да, никакая профессия не умирает из наших, да, там, киношных или гендев профессий, а они только усложняются. Они растут вширь, они растут вглубь. Если раньше для того, чтобы концепт-артистом считаться, нужно было только фотошопом владеть, да, то теперь и по 3D что-то надо, пофотобашить, посветить что-то, да, как вы думаете? Да, конечно, ну, то есть так все устроено, я думаю, что это не только концепт-арти, если вдруг у вас, да, на работе, оказалось, что вы заняты не на полное свое рабочее время, да, как получается, если инструменты позволяют делать, то я не думаю, что вам скажут, о, ну, ты, значит, за 4 часа делаешь всю работу, а 4 часа иди тогда, ну, домой, что ли, отдохай. Да, тебе еще задача. Да, 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 да. Да, то есть что, что сидишь, что тогда ты делаешь еще вот это? То есть на самом деле растут возможности инструментов и растут требования графики, то есть они бесконечно повышаются. И расти еще есть куда, просто с такими инструментами у нас будет все более и больше и больше, я надеюсь, больше креативных задач и более высокие планки качества будут задаваться. А касательно вот этой иллюстрации, я хочу сказать, что слева это картинка, которую я просто за одного из обзоров этого гаогана смотрел, с презентации, ну, то есть там просто человек это рисует и говорит, как классно, ну, то есть человек не художник, он рисует, да, он тут, в принципе, ну, можно сделать лучше, да, ну, может быть, эти камни тоже иллюстрируют, но согласитесь, такие камни, они, ну, в природе, в общем-то, тоже не бывают, они несут себе какого-то высокого художественного, ну, такого прям образа. То справа, это я посидел, я думаю, что какие-нибудь более опытные художники, кстати, посмотрите, мне кажется, выкладывали тоже ребята там в фейсбуке, из прям, вот сейчас не помню, правда, имен художников, тоже все, в принципе, баловались с этой программой, и у них получаются отличные вообще арты. Тут, опять же, за качество картинки отвечает художественное видение автора, то есть оно никуда не девается, и человек просто с улицы, никогда не, там, не изучающий искусство, да, не знающий, как это работает, он не сможет сделать то, какой бы инструмент ему в руки не дали, что сделал человек с опытом художника. Именно за это, собственно, и ценят специалистов, ну, не обязательно художников, вообще каждого в своей сфере, да, ценен за опыт в этой сфере, потому что другой без опыта этого сделать не может. Поэтому бояться нечего, я думаю, что это очень классные вещи, и, в принципе, советую вам пойти тоже и посмотреть на этот софт. Очень любопытно, очень интересно. Опять же, вернемся к тому, с чего начинали. Это время уже в чистом виде, как правильно его рассчитать, как правильно ложиться в тот дедлайн, который вы обозначили. Ответы, в принципе, простые, и есть несколько инструментов, которые, ну, лично мне помогают это контролировать. В первую очередь, надо знать свою скорость, ну, надо просто за этим следить. Есть всякие программы, которые позволяют таймеры, которые позволяют отслеживать это время. Если вы работаете в студии, то, в принципе, это делают за вас, как правило. Всегда, в принципе. Вот, иногда просто еще надо ставить всякие тайминги в Делизе. Но, тем не менее, все подсчеты делают за вас, и вы не паритесь. Вы работаете, и там в 7-8 часов уходите домой. Но если вы на фрилансе, то эта проблема стоит очень остро. Вам нужно понимать, сколько платить денег, сколько вы потратили сил на этот проект, и, ну, просто must-have. Надо вести некий учет времени. Опять же, нужно правильно понять суть проблемы. Я уже много про это сказал, ну, в общем-то, в течение всего этого рассказа. Разобравшись, разложив по полочкам то, что от вас хотят, поняв, это поможет вам, ну, понять, сколько времени на это уйдет. То есть, понять, что вам нужно сделать, чтобы удовлетворить требования заказчика, и, соответственно, сколько времени на это уйдет. А чтобы не было потом расхождений, вот после того, как вы, ну, я думаю, что приступая к заказу, вы так или иначе должны прийти к какому-то пониманию своей скорости. Вы должны разложить эту задачу по полочкам, и, собственно, вот этот свой анализ выдать заказчику, да, на согласование. То есть, утвердить четкое ТЗ. Очень хорошо, когда есть хорошее описание от заказчика. Если его нет, то надо, ну, как-то совместно постараться его сделать и утвердить сроки, как вы будете все это выдавать, какой-то тайминг, когда у вас, сколько дается времени на, там, до первой версии, сколько до второй, сколько вы этих версий делаете. Абсолютно не лишне все это согласовать именно, ну, вот на самом первом этапе общения. Опять же, не буду тут распространяться. Очень много всяких отдельных тем, обсуждений, в интернете можете тут поискать, но эту тему надо изучить. и банальный тайм-менеджмент, тоже, вот про это я точно, точно уж не буду говорить, скажу только то, что я много пересмотрел все по тайм-менеджменту и, в принципе, никаких истин, каких-то, вот каких-то прям Америки, точнее, я не открыл, все примерно одно и то же, но суть в том, что я иногда возвращаюсь, ну, то есть, ну, заставляю себя посмотреть какую-нибудь, там, не знаю, на TED-е там, или еще где-нибудь какую-нибудь лекцию по этому, или прочитать что-то, просто, чтобы вспомнить, да, это немножко такой пинок к дисциплине, то есть, в принципе, скажут то же самое, но сейчас, ну, то есть, если вы давно об этом не думали, то просто, скорее всего, я, например, немного распоясываюсь, да, и забываю о каких-то техниках, о каких-то вещах, на которых стоит обращать внимание, поэтому, ну, я бы дал такой совет, просто периодически об этом задумываться, ну, да. А я бы очень рекомендовал технику помидор использовать, ну, кто ее не знает, вкратце я расскажу свою модифицированную версию, которую я использую, конечно, мы все раздолбаем, и постоянно сдержать себя в напряжении всякими разными там, менеджментами, программами, софтами, напоминалками, это просто нереально, ну, мне кажется, нет таких людей, нужно быть сверхпедантами, да, но очень часто я возвращаюсь к технике помидора, да, помидора, его придумал итальянский художник, по-моему, или дизайнер, я не помню даже его имени, там всего, все это забылось уже давно, но технику пользую, суть ее очень проста, по ней даже книги написаны, но суть ее очень проста, кто не знает, заводите себе будильник, заводите себе таймер на 20 минут, и 20 минут фигачите, фигачите прям вот усердно, ни на что не отвлекаясь, а через 20 минут у вас перерыв 5 минут, можете сходить покурить, налить себе чаю, прошло 5 минут, снова 20 минут, и вот такими забегами 25-25-25, ну, в смысле 20 минут работать, 5 отдыхаете, делать раза 3-4, на 4-й раз вы делаете перерыв полчаса, эта техника для меня работает неплохо, вполне себе, может быть, кому-то она будет полезна, Дима, тут есть вопрос, кстати, в случае фриланса, как выставить свой счетчик, свой ценник в случае фриланса, адекватно выставить свой ценник, сложно, но надо как-то понять свой уровень все-таки, вот тут я не отвечу, не знаю, тогда можно, можно я просто попробую, ты меня тогда дополни, очень просто, очень часто этот вопрос возникает, посчитайте свои издержки, не то, что вы хотите яхту, и через месяц вам нужно каждые два месяца уезжать куда-то в отдых, отдыхать куда-то за границу, а посчитайте свои издержки текущие, сколько вам нужно платить за квартиру, сколько за проездной, или если вы ездите на машине, сколько вы тратите на бензин, посчитайте эти издержки в ежемесячной основе и посчитайте свои годовые издержки. Ну, то есть, те издержки, которые у вас проходят раз в год. Например, вы ездите в отпуск или два раза в год ездите в отпуск. Посчитайте, сколько у вас стоит этот отпуск. И вот эту сумму сложите в одну кучу. Все ваши издержки годовые и ежемесячные. У вас получается условный, не знаю, 12 миллионов в год вам нужно денег. Вот вы проживаете 12 миллионов. Значит, примерно миллион в месяц вам нужно зарабатывать. Хорошо, миллион там, 200 тысяч там, 150 тысяч рублей в месяц вам нужно зарабатывать. Вот. И доставлять свой ценник. Это достаточно просто. Там делитесь 150 тысяч на 21 рабочий день в месяц. Это вы получаете, подожди, сейчас, это вы получите просто идеальную картину мира, да, сколько вы зарабатываете. Но тут нужно просто это все дело умножить на ваш уровень. Можете ли вы сейчас зарабатывать? Или можете зарабатывать больше? Как-то. Вот. Это минимальный ваш... Так вы получите ваш минимальный ценник. Но все, что сверху, это все сверху. Ну, как-то так, Дима, не знаю. Дополнишь как-то? Не, ну, в принципе, да. Я именно примерно про то, что хотел сказать, что... Ну, тут главный, как бы, X, да, это уровень, да, на который вы претендуете. А в остальном, ну, я бы, ну, лично мне проще отталкиваться от месячной зарплаты. Ну, так как мы все отталкиваемся, в принципе, в российских реалиях. Хорошо бы понять, сколько вам готовы платить в студии. Если вы там работали, я думаю, что тогда все довольно просто. Вы знаете свою зарплату, наверное, вы ушли на что-то, ну, в плюс, правильно? Вот, а не в минус. Соответственно, ну, то, насколько вы себя оцениваете, я думаю, что вы там, если знаете зарплату в студии, вы можете себя оценить. Ну, и да, отсюда просто вы делите, соответственно, на 21 рабочий день. Можно подумать, кто как рассчитывается. Ну, то есть я вот, например, ну, либо днями, либо часами это считается обычно. То есть, ну, там, на 8 часов, да, можно разделить. Вы поймете, сколько стоит ваш рабочий час или ваш рабочий день. И, соответственно, возвращаясь немножко, да, назад, зная свою скорость и зная суть проблемы, вы умножаете эти часы на... Ну, стоит еще какой-нибудь запасик туда положить, потому что будет какой-то, какие-то еще версии дополнительные. Как правило, их больше, чем вы говорите. Некий такой еще запас. И эту сумму озвучивать. То есть, как-то так. Ну, и стараться максимально наживать несколько клиентов, с которыми потом придется как-то управляться с параллельными проектами. Но, имея всего одного клиента на фрилансе, это чревато очень долгими платежами. Я думаю, что многие с этим сталкивались, да. Вроде проект принят, да, концепт принят, или матпейнт принят, а платеж по нему будет через, там, две недели, через месяц и так далее. Но это в зависимости от того, как деньги оборачиваются на студии. Поэтому очень хорошо иметь пул клиента, с которыми работаешь, и жонглировать проектами. Но вот это вот мастерство жонглирования проектами, это вообще отдельная тема. Долгер сговор. Ну, и, может быть, продолжение как раз этого вопроса. Я бы сказал все-таки про программу. Я согласен, Дима, что ты говоришь, что, ну, то есть, контролировать все прям невозможно, и я не могу. Но надо делать попытки в эту сторону. Вот что. То есть, конечно, эти будильники четкие время. Ну, то есть, забывая иногда включить, это все нормально. Но лучше хоть как-то, чем никак. В принципе, при каком-то такой тренировке повседневной, довольно, ну, довольно точно это можно учитывать. Вот, как по мне. В принципе, софт позволяет. Я вот чисто от себя делюсь, я много попробовал. Возможно, я, на самом деле, наверное, года два уже не искал подобный софт. Возможно, есть что-то лучше. Но я лично вот пользуюсь тогглом. Это очень прикольная штучка. Она есть и на, соответственно, на телефонах, на Android, на Apple. И десктопная версия. Она просто запускается у меня с Windows. И пишет в трее мне на пиналку, если я ее забыл нажать. И, соответственно, я начинаю, приступаю к работе. Я завожу там своих клиентов. Ну, обычно там проекты, они длительные все-таки у нас. Я кликаю, что все, я там, поехали, таймер пошел, что я работаю над этим задачей. И в итоге потом она формирует вот такие, на сайте под вашим аккаунтом формируются вот такие отчеты. Это бесплатная программа, можно ей пользоваться. И в том числе это поможет понять ваше время. Вот на самом деле, если вы там ни разу ничего не делали, вы можете попробовать. Ну, нужно понимать, что вы будете учиться, да, и это дополнительное время занимает. Но, тем не менее, так или иначе, вы можете засечь свое время, работая над какой-то иллюстрацией или концептом, и понять, сколько оно вас занимает. И уже отсюда можно считать деньги. Это очень прикольный инструмент сбора вообще статистики своей рабочей. На какую задачу, сколько тратится времени. Да, да. И если в какой-то момент, там, через 4 месяца вы перестанете им пользоваться, то вы хотя бы будете помнить более-менее, на что вы сколько тратили времени и сможете оценивать задачи свои. Потому что часто приходят, да, там, супервайзер прибегается и говорит, ой, сколько тебе нужно на эту задачу времени? Да, Дима? Да, да. Ты такой, ё-моё, не знаю. Более того, она выглядит убедительно. У меня такие случаи бывали, что ты там говоришь, ну, я потратил на это, там, не знаю, там, 52 часа. И ты говоришь, сколько? Не может такого быть. Я говорю, вот, пожалуйста. Мы общались, у нас были версии, нельзя сказать, что я там где-то пропадал, и все зафиксировано, и действительно так уходит. Потом, ну, то есть, это помогает мне вспомнить, опять же, что вот, смотрите, я вот в этот день выслал вам дейлис, в этот, в этот, и в итоге вот набежал столько. Где-то факты, которые помогут вам отстоять ту сумму, которую вы заработали. Вот такие вещи. В принципе, на фрилансе это прямо обязательно. И еще хотел бы сказать, что иногда вот я забывал ей пользу на каких-то проектах, и иногда я понимаю, что если я сам пытаюсь это считать, то все на самом деле далеко не так, как мне кажется. Вот. И зачастую не в мою пользу. Такие вещи. Еще, наверное, вот к технике помидора, да, вот этого я бы еще добавил. Часто это уже не больше не про деньги, а так про тайм-менеджмент, наверное. Когда делаете какую-то задачу, ну, вообще, какие-то этапы тоже хорошо бы ставить, давать себе на них там сколько-то минут, вот, чтобы довести его до конца. То, что я вначале говорил. То есть, вы делаете какой-то концепт, вы не знаете, получится или нет, или там вы ищите референсы, и не знаете, нужны ли вам референсы, или лучше там для фотобаша, либо вы нарисуете от руки. Обычно я, как бы, всем советую, сам так делаю, даю там себе, не знаю, 10 минут на поиски этих референсов. Вот я 10 минут их ищу, ну, там, время определяется, то есть, эта задача. Если я его нашел за эти 10 минут, классно. Если не нашел, наверное, дальше будет уже бессмысленно. Дальше я бы уже и рукой нарисовал. Делать вот такие какие-то подходы, но в рамках этих 10 минут не убегать с этой задачи. Все, я ищу референсы, я 10 минут и ищу референсы. И я не прыгаю, а лучше нарисую, а нет, поищу, а нет, нарисую. Вот это вот метание, оно стоит дороже вашего времени, чем вот такие короткие участки. Ну, это мое мнение, на моем опыте сравнивавшись. Вопрос есть, Дим. Да. О, Арина Тивифнам, спасибо, Голи, за тайм-менеджерские штучки. Берси. Арина, ну, только главное, ребята, не только Арина, не носилуйте себя этими тайм-менеджерскими штучками. Выбирайте их очень много, выбирайте ту, которая вам зайдет лучше. Есть еще система Getting Things Done, то есть, не помню ее автора. Напишу сейчас, могу в чат написать, ГТД. По-английски вот прям напишите ГТД. Техника ГТД прямо так напишите, если кому-то интересно. Их очень много. Техника управления собой. Но большинство из этих техник, это все равно какое-то зажимание себя в какие-то рамки, так или иначе. Просто вам нужно выбрать то, те рамки, в которых вам будет более-менее комфортно, те границы. Поэтому техника Помодора, это тоже ни в коем случае не истина в последней инстанции. Мне она просто помогает периодически работать. У Димы другая техника. Дим, вопрос к тебе. Когда и как ты нашел свою первую работу в кино? Я так плавно ее находил. Первая моя работа около киношная, это был сериал о космосе, документальный. Я там работал иллюстратором. Ну, в принципе, я нашел ее просто, мне кажется, ну, просто на сайте, ну, там, не знаю, как там, работа.ру, хатхантерн и так далее. Просто нашел ее и приехал, пособседовался, и меня взяли. Дальше я, ну, я занимался, я тоже ходил на курсы, учился, и, в принципе, я проходил стажировку. Ну, на самом деле, в общем, и дальше как-то завязались связи, скажем так, ну, то есть, какие-то были рекомендации. В общем-то, вот курсы как-то мне помогли знать, куда обращаться. Был какой-то пул людей, с которыми я как бы познакомился, да, и как-то меня рекомендовали. И так я уже попал в кино. С каким-то небольшим опытом, работаю уже в телевизионной сфере. И дальше, наверное, вот так вот. Но это было в 10-м году, да? Да, наверное, ну, 10-е, когда первый мой фильм, который я делал, это был полнометражный, это Поддубный был, вот когда он вышел. Тогда я это делал. Делали Поддубного в 10-м, 11-м, по-моему, году, да, вышел он в 12-м. Но он еще, да, он только еще был, не, он был уже отснят, вот, но только начиналась работа. Я помню. Хорошо. Так, друзья, есть еще вопросы? Надеюсь, что много полезных ништяков Дима сегодня вам рассказал. Дима, спасибо тебе огромное. Да, спасибо за внимание. Вот вопрос, насколько важно художнику иметь специализированное образование, или же самоучка имеет возможность получить работу, смотря в какой специальности. В концепте образование художественное крайне желательно. В матпейнте в меньшей степени, потому что матпейнт это... Расскажи, Дим, ты, я что-то сейчас... Хорошо. Хорошо. Ну, да, в матпейнте в меньшей степени оно очень желательно, но при этом очень много примеров, когда люди без художественного образования, собственно, и при этом они прям ведущие художники. Ну, как правило, конечно, можно найти какую-то работу, но даже те люди, которые там не имели художественного образования, они в процессе своего... Ну, то есть, работы уже непосредственно концепт-артистами, ну, дальше продолжали учиться, заканчивали какие-то курсы, в том числе там художественные. Но это, конечно, закончить институт уже не получится, да, работая, но какие-то художественные курсы надо посещать. Я бы сказал так, что художественное образование это не прям... То есть, если вот так получилось, что у вас его нет, то крест ставить не надо. Можно пойти в концепт-арт. Ну, у меня, например, образование архитектурное. То есть, у меня нет художественного образования, но, правда, я учился в архитектурном институте, соответственно, Там был рисунок, была живопись, но не в таком, конечно, объеме, в котором она есть в художественных вузах. И важно то, чтобы вы, в принципе, этой темой интересовались, чтобы вы, ну, как-то, надо при этом стараться как-то восполнять вот эту классическую базу, да, которая дается в институтах. Ну, в принципе, слава богу, сейчас интернет и все это позволяет. Ну, интернет это одно дело, можно там теорию смотреть, как-то очень полезно, в принципе, смотреть какие-то разборы работ, да, вот у старых мастеров, какие были подходы, читать, да, как они, ну, собственно, тот путь, те ошибки, на которых они проходили, это важно. Ну, и также, соответственно, просто интересоваться искусством, те же самые, просто абсолютно как на поверхности может лежать, ходить в музей, смотреть и вырабатывать какой-то художественный взгляд, да, на вещи. Его можно наработать при желании, при таком, как бы, интересе к теме и самому, вот, так что художественное образование очень желательно, но восполнить эту лакону можно и самому, вот так. Но при этом это все не отменяет работу руками. Как я всегда говорю, наша профессия, это профессия набитых ручек, набитых кулачков, как у боксеров, да. Ну, вот, если вы не будете практиковаться, если будете просто ходить по музеям и наслаждаться живописью или смотреть разборы, прямо вот художником не станете. Критиком – возможно. Да, да. Критиком – это все, которые вам расскажут в разборе, потому что ни один разбор вас не научит избегать этих ошибок. Вы на чужом опыте учиться хорошо, но все равно вы должны будете набрать свои 10 тысяч часов, чтобы стать профессионалом в этом. Кстати, хотел сказать о том, что если хотите заходить в кино, не имея пока опыта, то лучше в кино заходить через Матпейнт. Это проще, потому что рядом с Матпейнтом лежит композ, и очень часто эти ребята, они очень, как сказать, тесно сотрудничают друг с другом, либо вообще этот человек может и Матмейт себе сделать и шот закомпозить. А если хотите заходить в геймдев, то через концепт-арт. И вот у нас вчера было заключительное занятие на курсе по концепт-арт, мы рассказывали эти штуки. В кино работы для Матпейнта больше, в разы, чем для концепт-арта. В геймдеве наоборот. В геймдеве, в анимации наоборот. Потому что в геймдеве вам нужно проработать все элементы, прорисовать все эти элементы, это все делает концепт-арт. В кино этих элементов гораздо меньше. Но маятов там просто под дофига. От простых утилитарных, мы это называем, как, Дима, называется у нас, затирка примет времени. Когда в сериалах убираются исторические какие-то сериалы, нужно убрать, снимали на реальной локации сейчас, нужно убрать всякие кондиционеры, провода и так далее. Это очень утилитарные маяты, но такой работа просто навалом. До каких-то высокохудожественных заявочных планов, трехмерных заявочных планов, 2,5 маяты, о которых Дима рассказывает на своих курсах. Вот такой работа в кино навалом. Концептов меньше. Так, Дим, вопрос. Какие сайты для публикации, их иллюстрации и поиска работы стоит использовать? Ну, для публикации, я думаю, конечно, впереди стоит ArtStation. Вот, сейчас. Давно планеты всей. Да, я думаю, что это, наверное, ну, то есть ArtStation. Я думаю, что можно им даже ограничиться. Ну, можно публиковаться, где еще вам нравится. Лишним не будет, но как бы ArtStation это там, это основная площадка для публикации своего портфолио. То есть туда, в принципе, ну, это не то, что она прямо и только иностранная, туда русские студии тоже очень заглядывают. Вот, да, даже бывало, что там приглашали меня на проект, на котором я уже работал, ArtStation. Так, вторая часть вопроса была для публикации их иллюстрации и поиска работы. Ну, по поиску работы, наверное, вот, Дим, может, помоги мне, вот, стая, да, та же самая по-русскому. А, стая, да, мы вчера тоже об этом говорили, стая, плюс стая, стая, я не помню, как они называются. Виси. Стая Виси, да, по-моему? Да, стая точка Виси. Такой агрегатор всех вакансий современных, ну, текущих киношных. Если вы планируете куда-то идти за границу, то я вчера кидал эту ссылку, сейчас я попробую ее найти. Это ссылка про все текущие вакансии, это Google Doc. Сейчас я попробую найти. Ну, пока ты... Google Doc, да, с работами, ага. Пока ты ищешь, я просто так же дополню, что тот же самый ArtStation, если у вас там есть аккаунт, у них просто, ну, если про мировые мы говорим вещи, там русские, конечно, редко попадаются. Это, ну, просто рассылка, рассылка вакансий еженедельной от ArtStation, вот, достаточно толковые там вещи. Ну, а в российском сегменте, конечно, я думаю, что все-таки стая, надо искать, я думаю, что надо писать конкретно в студии. Надо узнавать, какие студии, писать им. Люди обычно отвечают, очень приветливые, потому что у нас рынок не очень большой, и на каких-нибудь там, опять же, тех же самых HeadHunter, это, как правило, без вариантов. Ну, то есть, вот, моя практика показывает, что я, например, нашел, да, возможно, но лучше, мне кажется, рассылать непосредственно прямо вот на сайтах студии, прямо писать им. Но, как правило, какие-то конкретные вакансии на таких вот общероссийских сайтах поиска работы нету. Это такая немножко закрытая сфера, да? Все. Да, я предложил ее. Это ссылка на текущие импортные вакансии. Огромная таблица, актуальная всегда. Так, вот есть вопрос, многие из вас, учеников, после курса получают работу через вас. Да, у нас есть такие претенды, их довольно много. Ребят, кто уходит на работу. У нас хорошо берут композеров, хорошо берут модпейнтеров, отлично берут гудинщиков у нас, благодаря преподам нашим суперским. Но мы стараемся тем ребятам, кому нужна помощь с работой, мы стараемся помочь. При одном условии, если человек показывал себя хорошо на курсе, то есть он выполнял домашки, активничал, то есть это не была мертва душа. У нас бывает часто в группах, ну, что сказать, бывают люди, кто пришел на курсы, но он не успевает что-то делать, к сожалению, большому. То дедлайны, то что-то еще, то вдруг мотивация резко упала, запал иссяк. Что у него запало? Иссяк. Такие мертвые души. А те, кто активен, кто пилит домашки, почему нет, мы охотно всегда помогаем ребятам. Ваша же главная цель проходить курсы не только, чтобы себе курсов набрать побольше, а чтобы на работу пойти. Не сидеть в вечных студентах, проходящими курсы за курсой, и вечно думать, что, ой, сейчас я вот этот курс еще пройду, и тогда уж заживу, тогда уж точно пойду на работу, и меня возьмут. Ваша задача пройти курсы и сразу пытаться применять эти знания на практике. Мы стараемся, да, помогать ребятам в этом. Я чуть добавлю, что и также на курсе наработать портфолио. Вот именно, потому что если вы работаете, то, в принципе, к концу курса у вас есть портфолио минимальное, но достаточное, чтобы уже, как бы, ну, можно было рекомендовать вас в какие-то студии. Ну, да, показать хоть что-то, да, какие-то работы под надзором преподавателя, да, читай супервайзера, сделанные. Ну, да, собственно. Вот, так, концепт-артист, это скорее художник или ремесленник? Да, вот вопрос к тебе такой. Ну, конечно, по-разному, но надо, я бы сказал, что тут очень много ремесла, в том плане, что совсем нет места какому-то вдохновению. Ну, то есть оно, конечно, есть, но минимальное, потому что мы работаем каждый день, работаем не то, что вот мы сделали, и все, и продукт готов. Это всего лишь начальный, самый творческий, но всего лишь первый этап большой-большой конвейер производства, вот, поэтому на вас завязано много людей, много каких-то тонкостей, в том числе каких-то, вот, да, требований технических, и поэтому очень много ремесла. И надо это понимать, отдавать этому отчет. Я художник, я так вижу, вот не прокатывает профессию. Ну, да, и на самом деле это крайне тяжелая для проекта и для концептера история, когда я художник, я так вижу. Я попробую сейчас объяснить, почему, потому что это значит, что у тех ребят, кто пришел к вам с заказом, нет собственного видения. И потенциально для вас это может быть чревато проблемами. Когда вы начнете прислать варианты, они говорят, ой, ну что-то не то, ну что-то не то. Если у вас нет вот этого навыка переговорщика, о котором я вам говорил чуть-чуть раньше, там, час назад, когда вы можете сказать, что именно не то в этом варианте, а что нравится в этом варианте. Если у вас нет этого навыка или веса вашего, вы будете мучиться с этим проектом очень долго. Денег вы не увидите очень долго. Поэтому лучше всего, когда режиссер или продюсер проекта, он прекрасно понимает, что он хочет. А вы ему просто помогаете реализовать. Да, добавляя своих элементов, говоря о том, что а вот так, может быть, круче будет, а вот я вот это придумал, может быть, реализуем. Но лучше, если у них есть видение, чем нет никакого, и они приходят к вам именно как к художнику. Дим, не знаю, ты согласен с этим? Да, абсолютно согласен. И вот важный момент, который я немножко подытожу, что идею не вы, да, не вы рождаете идею, а с идеей к вам приходят. Идея это чужая, которую вы должны визуализировать. Приходит человек, который не умеет, да, визуализировать, нарисовать, но она у него есть. И вы должны с уважением относиться вот к этой идее, которую вам принесли. То есть вот эта разница между художником. Художник сам придумывает сюжет, сам его воплощает. А концепт-артист, он берет по просьбе, собственно, заказчика, рисует ту идею, которую его попросили. Возможно, творчески ее дополняя, корректируя, потому что, ну, то есть, чем лучше вы это делаете, тем у вас больше авторитета и к вашему мнению прислушиваются. Дим, еще есть вопрос. Можно ли совместить работу в офисе и фриланс? Если да, то как это лучше сделать? Ну, попробовать совместить можно, конечно, но главное тут не переусердствовать. Потому что если вы днем работаете на студии, сидите, фигачите концерты или мы и ты, а по ночам сидите делаете то же самое, то в какой-то момент вы будете спать на рабочем месте. Ну, либо на рабочем месте днем, либо вы будете спать ночью, не делая фриланс. И что-то начнут перетягивать на себя. Ну, то есть, это часто, конечно, ну, такие попытки делают многие, но я думаю, что это какой-то такой переходный этап. И тут каждый выбирает какое-то свое и понимает, на самом деле, просто действительно очень много времени занимает. Ну, все-таки я считаю, что надо когда-то и жить. Даже при том, что работа, особенно наша работа, она благодатная, она творческая, она приносит удовольствие, но тем не менее. И поэтому либо все-таки можно, можно пробовать, это некомфортно. Я считаю, что надо просто, чтобы выбрать. И, возможно, если у вас классно получается работать на фрилансе, то тогда и уходить на фриланс. Если у вас это классно получается, у вас есть пул заказчиков, которые к вам обращаются, либо все-таки работать на студии. Я думаю, что в конечном итоге надо выбрать что-то одно. Всех денег все равно вы не заработаете, а вот здоровье сетевого в свое подорвете. Это происходит вот прям вот так, очень легко. Можно практиковать такой, знаете, ситуативный фриланс, когда вот сегодня пофрилансил, да, и потом уже там две-три недели отдыхаешь, месяц отдыхаешь, ничего не берешь на фриланс. Но постоянно в этом режиме жить это Unreal полный. Да. Где-то вы начнете проседать. Вроде бы все. Вроде бы вопросов сейчас нет. Либо ребята пишут. Ну, подождем минутку. Дима, а как ты переходил на фриланс? Ты же уже много лет на фрилансе работаешь. Да. Кстати, кстати, кстати. Вот я забыл сказать, прости, пожалуйста, сейчас. Пока я вопрос не забыл. Про фриланс, да, говоря. Концепт артисту перепадает меньше фриланса. Потому что очень часто требуется его присутствие на месте. Либо какие-то встречи. Либо очень много созвонов, да. Это все очень неудобно. Режиссеры хотят видеть прямо здесь и сейчас. Тыкать пальцем в монитор. Вот это вот все они хотят. А вот у Димы как-то получается это все дело на фрилансе уживать и быть концепт-артистом и модпейнтером. Но у модпейнтеров фриланса больше. И модпейнтер тебя охотнее отдают на фрилансе, я бы так сказал. Ну, да. Ну, как бы тут это в первую очередь у меня опыт в кино. И как Дима уже сказал, что в кино модпейнтеров намного больше. Поэтому фриланса как бы больше. Вот. Я не знаю. Я думаю, что в играх концепта тоже хватает. Концепта очень много. В играх, как я и говорил, в играх анимации концептов больше, чем модпейнтером в разы. И в том числе на фрилансе. То есть, я думаю, проблем не будет. Ну, то есть, если как бы у вас будут заказчики, да. Если у вас есть. Как я переходил. Ну, на самом деле, да. Я тоже брал фрилансы, работая в студии. Периодически, да. Потому что берешь какой-то проект иногда. Ну, там тоже как-то там бывает денег заработать на какую-то вещь. Не знаю, на отпуск, например. Но потом это все очень утомляется. То есть, ты работаешь на студии, вечерами делаешь. Ты тоже работаешь. И потом думаешь, нет, все, больше я никогда. Вот. Но потом как-то полгода пройдет, думаешь, нет. Ну, как бы хочется еще что-нибудь. Следующий отпуск. Он повкуснее сделал все. Ну, и как-то так получилось, что, в принципе, было очень много заказчиков. Очень много было обращений. И, ну, вот в моем конкретном случае, что мне, в принципе, приложили фриланс на иностранном проекте. Я, конечно, под него ушел. Ну, это был такой, как бы, фриланс. То есть, я работал только на этом проекте. Работал на нем год. Это фактически удаленная работа. Ну, а потом, как бы, как бы, закончив с ним, в принципе, заказы не исчезли. Они остались. И, на самом деле, я просто в таком же формате, в частности, например, на том же «Викинге» работал со своей студией, вот, с CJF. Раньше работал в офисе, потом я также работал с ним удаленно. В таком формате остался. Вопрос прилетел новый. Какие за и против взаимодействия с музыкальными группами? Отрисовка обложек для синглов, альбомов и символики групп. Ну, за и против какие тут могут быть? За – это предоплата, против отсутствия предоплаты. Ничто так не укрепляет веру в музыкальные группы, особенно в молодые, как предоплата. Не знаю, я, наверное, ответил сейчас. Ну, на самом деле, там отрисовка – это такая немножко не совсем концепт-артистская работа, как мне кажется. Ну, то есть, там всякие логотипы, такой графический дизайн. Так получилось, что я, в принципе, делаю периодический концепт-арт для музыкальных клипов. Просто у меня знакомый режиссер музыкальных клипов. Ну, не знаю. Как правило, это более так, на самом деле, ну, по моему опыту, он довольно узкий. История более на энтузиазме. Основно, ну, не то, что на энтузиазме. Там, в принципе, и деньги тоже нормальные бывают. Но как-то это менее организовано все, что ли. Вот. И с моей стороны, вот, могут быть такие минусы. Ну, но с другой стороны, плюсы те, что, опять же, там, где вот такие вещи, там очень много креатива. То есть, если это интересный сюжет. Ну, просто это, знаете, как минус работы на большом заводе, да, 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 где делают какие-то огромные, да, проекты глобальные, но их делают кучу людей, да, такой конвейер поставленный. И есть ручная работа, да. Это не будет какой-то мегапроект, но зато вы сможете вложить туда, ну, очень много. И к вам будут прислушиваться, потому что масштаб меньше. Вот. Такие плюсы и минусы. Спасибо тебе, Дима, большое. Но я за предоплату всегда. Ну, это безусловно. По-любому. Вообще, это такая, как я понимаю, вот человек, кто задает эти вопросы, судя по вопросам, есть большая проблема с поиском первых клиентов. Это всегда, это у всех большая проблема с поиском первых заказчиков. И часто нам такой вопрос задают, типа, ну, вот, как нам найти первых клиентов, первых заказчиков своих рекомендаций. Рекомендация, моя самая безопасная рекомендация, все-таки пойти на студию поработать. Не связываться ни с какими биржами фрилансов и вот этим вот всем, да. Не связываться с людьми, которых вы не знаете лично. А если уж связались, то всегда берите предоплату как минимум. В размере, там, ну, процентов это 50. А если совесть позволяет, то и побольше. А так, самый первый шаг найти своего первого клиента, это пойти на студию поработать там годик-полтора. И потом уже превращать этого клиента из клиента, с которым вы ходите на работу, в своего клиента, с которым вы не ходите на работу, но с которым вы работаете на удаленке. Ну, наверное, как-то так. Я абсолютно соглашусь, потому что, вот, то же самое, что ты сказал, если вы не работали на студии, да, вас как бы не знают, вы просто человек из интернета, то тут тоже будут сложности за то, чтобы, например, попросить предоплату больше 50%. Вряд ли кто-то согласится. А если вы поработали на студии, да, вас знают и намного больше, ну, лучше условий пойдут. Ну, то есть, однозначно, самый качественный такой, мне кажется, переход, это поработать на студии, понять, как, и вы поймете, как все это работает, будете лучше представлять, и люди к вам потянутся, заказы. Ну, да, вот тут, ребята, пишут, в студию еще фиг попадешь, разовые заказы проще найти. Да, разовые заказы найти проще, но быть кинутым с разовым заказом тоже гораздо проще, чем со студией. Можно пойти не на крупную студию, не обязательно сейчас идти сразу же, в какую-нибудь топовую студию, действительно, в нее попасть сложно, если скилл не позволяет. Без скилла сейчас, ну, не возьмут ни вуда. Можно пойти в студию меньше и постепенно поработать в ней годе, потом покрупнее студию и так далее. Тут не бывает революционных вещей. Все просто эволюционно, методично, медленно, но вперед. Вот вопрос, Клядим, а пробовал ты производить печать своих иллюстраций или концепта для плакатов дальнейшей продажи? Ну, я вот сейчас, как после того, как Арстейшн запустил этот магазин принтов, я только на Арстейшне выложил, пока что только одну иллюстрацию. Я недавно ее выложил, и пока, в принципе, ничего нет. Хотя есть, например, одна работа, по которой почему-то мне периодически, наверное, раз в полгода пишут и просят мне ее продать. Но такого прям, какого-то прям большого опыта я пока что в этом не имею. А также тут такой вопрос, что зачастую, во-первых, работая на студиях, если вы делаете много фриланса, да, или много работаете в коммерческих проектов, они все под NDA, вы не можете эти вещи потом продавать. Эти концепты не принадлежат вам. Вы их даже показывать зачастую не можете, пока не выйдет проект. И с разрешения, соответственно. Поэтому уже зарабатывать на них денег вы точно не можете. Поэтому надо рисовать собственные вещи. Но если у вас много заказов, то, как правило, на них нет времени. И второй момент, что если вы делаете что-то для себя, то надо помнить про разрешение, про размер изображения. То есть для принта он должен быть довольно большой. А по привычке иногда какие-то вещи, и у меня иногда бывает с этим тоже какие-то проблемы, я их делаю под экран. То есть это там, не знаю, 3К, 4К. Для печати, как правило, нужно, не знаю, 6-10 пикселей по большей стороне. Для того, чтобы это был хороший плакат, который можно распечатать в нормальном размере. Это еще одна проблема, которая... Ну, как сказать, то, что надо учитывать. Это не стыкуется с работой цифрового художника в играх и в кино. А я сейчас зашел к тебе на ArtStation, сейчас я закажу печать твою... Прямо концепта. Давай. Слушай, тут можно, получается, классно, на холсте же можно заказать. Да, можно в рамочке даже. Все, сейчас я закажу. Интересный вопрос то, как они доставка, как они привезут это в Россию. Но они там в Shipping Worldwide. Не знаю, как, но обещают. Потом Почта России, значит, почтовый ящик не запихивал ее. Старательно. Так, вопрос. Пока нет возможности попасть к вам на курс по ModPaint. Как прокачиваться в этом направлении? Хочется создавать что-то крутое, но понимаешь, что пока рано. А почему рано-то, Артем? Создавать крутое никогда не рано. В чем раность-то? Это я такой точнейший вопрос. А как прокачиваться в этом направлении? Ну, как прокачиваться? Берешь и делаешь. Ну, да. Смотрите, смотрите. Не знаю, ты творил, анализировать работы художников. Знаете, какая штука? Мы, что делаем мы? Мы даем системное понимание, ну, системное понимание профессии. Тутеров очень много. И все знания сейчас очень доступны. Все сейчас можно найти и на всем известных ресурсах. Начиная от Ютуба и заканчивая более узкими какими-то ресурсами. Тутеров просто миллиард. Что по матпейнту, что по концепт-арту. Главное делать их. А все, что вам дают хорошие курсы, это просто более системный подход к преподаванию. Потому что вот Дима начинает, например, на курсе по матпейнту, он начинает с очень каких-то базовых вводных вещей, с композицией и так далее. С работы с цветом сцены, с работы со светом, с композицией и вот этим вот всем. А потом все более углублено, углублено, углублено. Это называется системный подход. В течение четырех месяцев вы полностью погружаетесь и прокачиваетесь в этом во всем. Но вы можете точно так же нахвататься этих знаний, просто этот путь у вас будет длиннее чуть-чуть. Да, и будет больше. Ну, то есть, тут две принципиальные разницы. Это обозначенный таймлайн, то есть у вас есть сроки, вы должны делать там домашку, да. Потому что, если вы очень мотивированный человек, ну, да, наверное. Но зачастую, когда у вас никто не ограничивает, можно делать одну работу бесконечно, там, откладывать ее на завтра. А второй момент, знания придется по крупицам строить, да, из конструктора. Тот туториал, тот туториал. И не будет отсутствия фидбэка, что, по мне, важно. То есть, хорошо, когда у вас есть человек, который, ну, то есть, может вам указать на ваши ошибки и над чем вам нужно работать, на слабые места. Да, собственно, это плюсы курса. А, в принципе, если вы как-то сами можете устранить эти вещи, тогда, ну, можете ограничиться туториалами, я бы так сказал. У каждых хороших курсов, ну, мы без озрения и совести, так скажу, да, ребят там, я не знаю, из индустрии, то, что там Дима Широков делает с ребятами, онлайн-вэйв, вот все эти курсы у них есть только, ну, самых главных три плюса. Первое – это системный подход к обучению. Второе – это фидбэк, постоянное общение с преподавателем. И третье – плюс – это возможность попасть в профессию дальше, на работу. Вот и все, зачем вам нужно идти на курс. Все остальное, все это очень доступно, и вы можете смотреть эти туторы на бесконечности. Главное, чтобы не стать вечным зрителем туторов. Когда, вот знаете, вместо сериала его там включил, и сидишь, втыкаешь вечерочком этот тутор, и ничего не делаешь. Вот, и большая беда такого-то обучения под утром без практики дальше в профессии в том, что все это забывается в лед. Вы полтора месяца ничего не поделали, кнопки забыли, рука уже перестала двигаться, как должна была двигаться, и все. Это все помирает очень быстро. Дима, тебе вопрос. Когда ты понял, что будешь связывать свою жизнь с искусством? Ну, довольно рано. Я уже в школе, ну, то есть... Что, в три года? Ну, да, ну, не знаю. Я как-то рисовал, просто всегда любил рисовать, то есть там, не знаю, условно, там, наверное, с первого класса, ну, то есть с начала класса в школу. Я там ходил в художку, но я думал, как, наверное, раз бы тут все собрались, наверное, вы тоже как-то не чужды этому. Ну, то есть, наверное, вот такое понимание было, но я, наверное, скажу так, чтобы, там, выглядеть более, то есть, прозаично на самом деле. А когда я закончил школу, да, и надо было определяться, я не видел свою профессию, как вот художник-художник. Поэтому я пошел в архитектуру, потому что это более прикладная сфера. Я сразу, ну, хотел что-то рисовать, что-то вот как-то творить в этом плане. Так, вопросов пока больше нет. Ну что, коллеги, друзья, будем прощаться тогда на сегодня? Ну, тогда, раз нет вопросов, наверное, да. Ребят, спасибо большое за то, что пришли. Спасибо. Спасибо за то, что посидели сегодня с нами. Надеемся, было полезно. Что-то новое мы вам дорассказали. Приходите на MadPaint в сентябре, приходите на ConceptArt в ноябре. Все, всем спасибо, хорошего последнего часа воскресенья. Это по Москве, у кого-то, может быть, уже понедельник во всю. Все, ребят, всем спасибо, всем спокойной ночи. Спасибо, пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok